Я специально делаю вид, что не хочу отказываться от тебя, чтобы подвергнуть себя опасности и привлечь внимание бессмертных южной границы, так мы сможем потянуть время и позволить другим создать больше бессмертных формаций. Ты определенно умрешь, но ты еще можешь быть полезен. Я тоже могу умереть, но мы должны тянуть время. Для небесного суда, для центрального континента, для людей этого мира, что с того, если мы пожертвуем собой. Ченни замолчал, ему вдруг захотелось улыбнуться, в этот момент смерть казалась такой незначительной. Несмотря на то, что он был одержим властью, он также был тем, кто отстаивал праведность человечества. Он был похож на Бай Цан Шуй, он не боялся жертвовать собой, если бы не это, Фия Цзывы не сделала бы его членом небесного суда. Но Ченни не мог улыбаться, его лицо выражало еще больше боли и горечи, ему нужно было действовать, сотрудничать с Бай Цан Шуем и обмануть бессмертных южной границы. «Позвольте мне быть полезным в последний момент моей жизни». Ченни говорил открыто, он был намерен умереть. Но в этот момент он услышал песню, игравшую у него в ушах. В такой напряженной борьбе у кого может быть настроение петь, Ченни был ошеломлен, прежде чем его внимание полностью переключилось на песню. Бай Цан Шуй, Ву Юн и остальные были в той же ситуации, что и он. Голос певца был иллюзорным и глубоким, он был наполнен конфликтом и был очень уникальным. В начале песня была похожа на медленно текущий поток воды в горах. Постепенно поток превратился в текущую лаву в горном хребте, которая расширила ширину реки, и звучала как эхарева дракона. В то же время река лавы в горах превратилась в бушующий прилив, бурлящий, прилив и отлив, он продолжался без остановки. Лава и волны столкнулись, вступая в реакцию и создавая пар, который покрыл все небо. Пар конденсировался в облака, которые хотели взлететь к высоким небесам. Вдруг сверкнула молния, раздался раскат грома, молнии упали на облака, и бессмертным показалось, что они упали с неба, в их сердцах возникло чувство пустоты. Призрачные или реальные, высокие или низкие, временами гордые и уверенные в себе, во время бедствий чувствующие себя потерянными и отчаявшимися. Временами гнуть спину, временами разбрасываться словами. На поле боя все конфликты прекратились, все были поглощены песней, они забыли обо всем остальном. Но вдруг песня прекратилась, все сразу же проснулись. Учиться у ее было серьезное выражение лица. Что это за песня? Она ужасна, она заставила всех нас без сопротивления погрузиться в нее. У Цаджицея было бледное лицо, когда он сказал с затаенным страхом. К счастью, она остановилась, иначе никто из нас не смог бы освободиться, мы бы сильно пострадали. Что это за песня? Спросил Ихаофан. Из формации вышел губи смертный восьмого ранга, он был одет в красно-белый халат, его улыбка была чрезвычайно элегантной. Это моя недавно созданная песня о предназначении. Это был Фэнтзюгэ. Хэмпэф, предназначение? Ты слишком много говоришь. Башиба холодно захрипел. Невероятно. Эта песня о предназначении действительно спасла мне жизнь. Чини ликовал, у него остались только тело и голова, но прощай друг ветер остановился. Несмотря на тяжелые ранения, жизнь Чини не оборвалась. Бессмертные южной границы были ошеломлены. Прощай друг ветер Вуюна был восьмого ранга. Песня о предназначении Фэнтзюгэ, в основе которой лежала броня судьбы, тоже была восьмого ранга. Снова ты. Вуюн уставился на Фэнтзюгэ с глубоким гневом. В прошлый раз он хотел убить Фан Юэня, но Фэнтзюгэ спас его. В этот раз он хотел убить Чини, но Фэнтзюгэ снова помешал ему. Дважды Фэнтзюгэ разрушал планы Вуюна. И это были два важных момента. Даже несмотря на то, что Вуюн обладал исключительным характером и способностью переносить любые обстоятельства, он не мог не рассердиться. Фэнтзюгэ, ты действительно непревзойденный гений. Вуюн прищурил глаза, его голос был холоден, как метель, от него по позвоночнику пробегал холодок. Давай, покажи мне все, что у тебя есть, я сам займусь тобой. Сказав это, подул сильный ветер. Это был безграничный ветер Вуюна. Он бушевал на поле боя, как огромный столб, поддерживающий небо и землю. На этот ход было потрачено 10 тысяч знаков до пути ветра Вуюна. Безграничный ветер был неустанным и величественным. Он с божественной силой приближался к Фэнтзюгэ и остальным. Фэнтзюгэ горько усмехнулся. Лорд Вуюн действительно силен. У меня нет другого выбора, кроме как избегать тебя. Бай Цаншуй схватила Чинни, пора, пошли. Позади этих троих развернулась формация, они успешно отступили назад в формацию. Как только они оказались внутри формации, Фэнтзюгэ выплюнул полный рот крови, его лицо было бледным, как бумага. Он стоял, пошатываясь. Что случилось? Бай Цаншуй быстро поддержала его. Фэнтзюгэ улыбнулся с уродливым выражением лица, его дыхание было очень слабым. Моя песня о предназначении была создана в спешке, я не закончил даже половины своей песни. Поскольку сейчас у меня не было выбора, кроме как использовать ее, я получил тяжелые травмы. Брат Фэнт рисковал своей жизнью. Чтобы спасти меня, я никогда не забуду этот долг благодарности. Вздохнул Чинни. Сейчас на центральном континенте царит Хаос, бессмертные южной границы пришли сюда мстить. Я спасаю тебя ради центрального континента. Фэнтзюгэ покачал головой. Чинни посмотрел на Фэнтзюгэ и Бай Цаншуй, думая об их неустанных действиях, он героически рассмеялся. Неважно, насколько это опасно, с такими людьми, как мы, которые не боятся жертвовать собой или смерти, центральный континент обязательно победит. Небесный суд выйдет победителем. Небесный суд. Фея Цзывы, наблюдавшая за благословенной землей непогрешимого, выпустила глоток воздуха и улыбнулась. Поистине невероятно, Фэнтзюгэ и песня о предназначении. Фея Цзывы знала о планах Небесного суда относительно предназначения Гу. Небеса долголетия также стремились к этому. Если раньше Небесный суд хотел заполучить удачу конкурирующую с небесами бессмертный Гу, то теперь Небеса долголетия охотились за судьбой Гу, и все они пытались заполучить предназначение Гу. Однако тот, кто сделал большой шаг в этом направлении, были не две верховные силы, а одинокий Гу бессмертный. Фэнтзюгэ пробормотала Фея Цзывы. Хотя она всегда высоко ценила его талант и способности, сейчас она поняла, что сильно недооценивала его. С точки зрения Фея Цзывы, жертва Чини была однозначной. Ведь «Прощай, друг, ветер» нельзя было отменить, если только не защититься от него заранее. Но сегодня Фэнтзюгэ отменил это правило. В истории еще не было случая, чтобы «Прощай, друг, ветер» был прерван. Бесспорно, после песни о ветре ассимиляции, Фэнтзюгэ снова вписал себя в историю. Поле битвы императорского города. В императорском городе раздались радостные возгласы. Финальное соревнование съезда пути усовершенствования центрального континента завершилось. Это означало, что оно больше не было слабым местом небесного суда. Почувствовавшие этагу бессмертные западной пустыни быстро отступили, желая спастись. Им не удалось уничтожить императорский город или съезд пути усовершенствования центрального континента. Все кончено. Вздох, в конце концов, небесный суд преуспел. Гу бессмертные западной пустыни были подавлены, теперь было не так просто отступить. Центральный континент был усилен героями среди людей, они не могли сбежать так просто. У Фан Юэня было тяжело на сердце. Он старался изо всех сил, но ничего не получилось. Методы небесного суда превосходили все его ожидания, он не мог с ними справиться. В конце концов, фундамент небесного суда был слишком глубоким, Фан Юэнь не соответствовал им. Несмотря на то, что он получил множество наследств преподобных, а также благодаря грабежу, его сила росла с небывалой скоростью. Небесный суд и Центральный континент прошли через 3 миллиона лет накопительства. Они были возвращены усилиями бесчисленных поколений. Элиты достижения Фан Юэня были обусловлены его собственным упорным трудом, а также помощью многих предшественников. Небесный суд и Центральный континент были едины. Не было ничего странного в том, что они могли защищаться от Фан Юэня и бессмертных западной пустыни. Это была их сила и фундамент этого добивались бесчисленные поколения людей Центрального континента и Небесного суда. Их упорный труд был неоспорим, будь то прошлое или настоящее. Выбора нет, нужно отступать, подумал Фан Юэнь. Ли Хуан и Циньи изо всех сил пытались задержать Фан Юэня, но с его методами он был уверен, что сможет прорваться. Фан Юэнь больше не собирался уничтожать императорский город. В данный момент это было бесполезно, кроме того, его защищали губи смертные Центрального континента, и разрушить его было слишком сложно. Но в этот момент раздался громкий звук. Земля разверзлась, из севера на юг появилась огромная земляная впадина, с огромной скоростью поглощающая все леса и горы на своем пути. И по стечению обстоятельств императорский город оказался прямо перед этой расширяющейся впадиной. А нет, защитите императорский город. Это было вне всяких ожиданий. Бессмертные Центрального континента были заняты, они быстро пытались защитить императорский город. Но могущество небес было непредсказуемым. Земные впадины обычно не формировались, они создавались из-за объединения земных вен пяти регионов. Это была грандиозная сила неба и земли, как могла кучка губи смертных противостоять ей. Таким образом, губи смертные Центрального континента могли только наблюдать, как земная впадина пожирает императорский город. Императорский город не мог летать, он был огромен и, когда земля треснула, он упал в земную впадину, непрерывно распадаясь. В этом огромном городе было около миллиона человек. Здесь было бесчисленное множество гумастеров, все они были элитой, собранной со всего мира. Особенно когда это мероприятие было призвано противостоять удаче Фан Юаня, здесь собралось множество людей с сильной удачей. Ефан и Хуны были частью этой группы, было много других, похожих на них. «Быстрее спасайте их!» Крикнул Лихуан. «Ха-ха-ха, выдаешь желаемое за действительное!» Атаковал Фан Юань. Сейчас он находился в форме императора Ямы, поэтому ему было легко использовать убийственные ходы пути души. Фан Юань нырнул в миллионную толпу, он увидел Хуны и Ефана, эти двое были связаны с ним удачей. Неудивительно, что все это время его удача была подавлена. Бессмертный убийственный ход – печать Луапо. Бессмертный убийственный ход – весенние ножницы. Бессмертный убийственный ход – летний веер. Фан Юань сначала использовал печать Луапо, а затем превратился в незапамятного зверя года обезьяны и использовал два убийственных хода пути времени. Нет, в такой суматохе Ле Хуан не смог блокировать злобную атаку Фан Юаня, он гневно закричал, но мог только наблюдать, как бесчисленные формы жизни умирали в руках Фан Юаня. Среди них были элиты, участвовавшие в финале состязания пути усовершенствования. Хуны и Ефан не были забыты. Фан Юань, будучи великим Гу бессмертным восьмого ранга, ты действительно убиваешь смертных. Ты такой порочный и злой, ты должен умереть, ты заслуживаешь смерти. Глаза Циньи налились кровью и покраснели, он был несравненно зол, набросившись на Фан Юаня. Атака Фан Юаня нанесла огромные потери центральному континенту. Циньи знал, что этот императорский город был важным местом центрального континента, он имел приготовление пути человека, которые привлекали и воспитывали поколения элиты. С течением времени здесь накопилось огромное количество ци человека, и это место стало величайшим рассадником Гу бессмертных. В конце концов, центральный континент придерживался системы сект, он не был похож на другие регионы. Императорский город производил множество талантливых людей, все они были гениями с богатой удачей. Если эти люди получали достаточно ресурсов и правильно развивались, то у них был высокий шанс стать Гу бессмертными. В будущем, во время хаотичной войны пяти регионов, многие Гу бессмертные погибнут. Эти люди являлись семенами Гу бессмертных для центрального континента, чтобы в будущем они могли произвести больше бессмертных. Нападение Фан Юаня почти истребило людей в городе, он убил большую часть семян центрального континента, их потенциал во время войны был сильно снижен. Потери были слишком велики. Как Ли Хуан и Циньи могли не чувствовать ярости, они хотели разорвать Фан Юаня в клочья. После смерти Хуны, Ефана и множество талантов Фан Юань почувствовал облегчение. Он знал, что его путь в даче начал демонстрировать свои преимущества. Бросив последний взгляд на обломки разрушающегося императорского города и трупы, которые он создал, Фан Юань быстро отступил. Ли Хуан, Циньи и дома бессмертных Гу стали неотступно преследовать его. Демон, демон, он почти убил всех в городе, моя, моя семья была внутри, убейте его, избавьте мир от этого великого зла. Гу бессмертные центрального континента были полны ярости и убийственного намерения. Фан Юань маниакально рассмеялся. А вы можете меня остановить? Они не могли. Хотя Фан Юань не мог ничего сделать с этими людьми центрального континента, их дома бессмертных Гу и Гу бессмертные 8 ранга не могли заблокировать Фан Юяня, даже несмотря на то, что они могли окружить дома бессмертных Гу западной пустыни. Если только они не используют бессмертную формацию Гу или бессмертный убийственный ход поля боя, но за такое короткое время, как они могли это устроить? Даже если бы они смогли создать бессмертную формацию Гу или поле боя, если бы они не смогут быстро убить Фан Юяня с его достижениями пути мудрости и мощными методами, он может сбежать. Смерть Чжоу Сюн Синь была лучшим доказательством. Мало того, что они не могли поймать его в ловушку, Фан Юань мог даже нанести ответный удар. Бум! С сильной атакой Фан Юань почти уничтожил дом бессмертных Гу. Гу Юэфан Чжин был внутри этого дома, он покрылся холодным потом от страха. Дом бессмертных Гу быстро отступил назад, чтобы подлечиться, а другие дома бессмертных Гу двинулись, чтобы заполнить образовавшуюся брешь. Фан Юань с сожалением смотрел на этот дом, хотя он и не знал, что Фан Чжин находится внутри. Интуиция подсказывала ему, что если он разрушит его, то получит большую выгоду. Существование Фан Чжина сдерживало и обременяло его. Фан Юань, Фан Юань. В это время Бин Сай Чжин снова обратился к нему. Бин Сай Чжин, у тебя все еще есть наглость обращаться ко мне? Сегодняшний проигрыш произошел из-за тебя. Фан Юань показал сердитое выражение лица. На самом деле, несмотря на то, что Небесный Суд Центрального Континента имел глубокий фундамент, он все еще находился в невыгодном положении по сравнению с четырьмя другими регионами. Однако объединение людских сердец Центрального Континента делало их коллективной силой, в то время как у остальных четырех регионов были свои собственные планы, хотя они были сильны, они не могли работать вместе. На самом деле, все четыре региона сохранили свою силу. Например, несмотря на то, что Восточное море атаковало с большим количеством восьмых рангов, они не мобилизовали много гу бессмертных седьмого ранга или домов бессмертных гу. Западная пустыня отправила гу бессмертных шестого и седьмого ранга, а также дома бессмертных гу, но не отправила гу бессмертных восьмого ранга. Многие эксперты, такие как первый верховный старейшина клана Си, не присоединились к битве, они остались в западной пустыне. Бин Сай Чуань горько вздохнул. Я больше не могу держаться, мы понесли огромные потери, но шанс все еще есть. Это благословенная земля непогрешимого. Изначально Небесный суд использовал методы пути человека, чтобы провести съезд пути усовершенствования Центрального Континента. Его целью было использовать бесчисленные неудачи в усовершенствовании, чтобы создать знаки до успеха в благословенной земле непогрешимого. На данный момент судьба гу еще не полностью восстановилась, ей все еще не хватало последней партии знаков до успеха. Несмотря на то, что съезд пути усовершенствования Центрального Континента был завершен, последняя партия знаков до успеха все еще производилась, и должно было пройти некоторое время, прежде чем они будут доставлены в Небесный суд. Это было связано с тем, что благословенная земля непогрешимого была окружена бессмертными формациями. Хотя эти бессмертные формации останавливали атаки бессмертных южной границы, они также создавали проблемы для транспортировки знаков до успеха. Услышав объяснение Бин Сай Чуаня, настроение Фан Юаня улучшилось. Похоже, что благословенная земля непогрешимого – наша последняя надежда. Фан Юан не стал медлить, он развернулся и отправился в сторону благословенной земли непогрешимого. Позади него ли Хуан и остальные, включая дома бессмертных гу, решительно преследовали поле битвы благословенной земли непогрешимого. Безграничный ветер, словно высокий столб, сметающий все на своем пути, пытался разрушить бессмертную формацию небесного суда, безостановочно продвигаясь вперед. Бессмертная формация выстрелила золотым светом, сопротивляясь ему. Ву Юн и остальные имели серьезные выражения лиц. Гу Бессмертный 8 ранга Чи Цу Юни громко произнес. Невероятно, их бессмертные формации гу также были усилены. Что за методы пути человека создали эти бесчисленные белые огни. По сути, бессмертные формации были бессмертными убийственными ходами, ими управляли гу Бессмертные. Поскольку гу Бессмертные были усилены героями среди людей, естественно, бессмертные формации тоже были усилены. Ву Юн потратил свой собственный фундамент, чтобы создать мощный убийственный ход безграничный ветер, хотя сейчас он все еще имел преимущество, его выигрыш был меньше, чем раньше. Похоже, что нам нужно сотрудничать с внешним миром, если мы хотим уничтожить формацию. Мы оставим внешнюю сторону безграничному ветру, нам нужно найти слабое место изнутри. И Хаофан сказал с глубокой концентрацией. Башиба размышлял. Сейчас другое время, раньше мы напали неожиданно и застали их врасплох. Но прошло уже много времени, нам нужно опасаться подкрепления небесного суда. Таким образом, нам нужно, чтобы некоторые люди оставались за пределами формации. Все согласились со словами Башиба. Несмотря на то, что безграничный ветер был мощным, это был всего лишь убийственный ход. Убийственные ходы были фиксированными, но люди могли думать. У Ву Юна было тяжело на сердце. Поскольку они не могли быстро уничтожить формацию, их атака из-под тяжка не удалась, им пришлось применить грубую силу. Несмотря на то, что за это время Небесный Суд потерял много формаций, и возможно они потеряли бессмертных Гу, но их фундамент остался нетронутым. Чи не должен был умереть, но Фэн Цзюга сумел его спасти. Ву Юн понимал, что чем дольше это будет продолжаться, тем невыгоднее для них. Им нужно было разделиться, одна группа войдет внутрь, а другая останется снаружи. Конечно, это означало, что они не смогут работать вместе, их эффективность в уничтожении формации будет намного ниже. Если прибудет подкрепление Небесного Суда, они также столкнутся с большим давлением. Ву Юн вздохнул про себя. Несмотря на то, что разделение было сопряжено с большими проблемами, они должны были это сделать. Если бы только с нами было больше людей, хотя я и стал лидером Южного Альянса, я не могу мобилизовать слишком много людей, с тремя восьмыми рангами, которые у нас есть, это уже лучший результат. Ву Юн глубоко вдохнул и начал приготовления. У Чи Цзюю был самый высокий уровень пути формации, естественно, он должен был войти внутрь. Ву Юн обладал боевой силой номер один, он также должен был войти в формацию, чтобы защитить Чи Цзюю, а также сражаться с сильными врагами внутри. Тем временем Ихаафан и Башиба культивировали путь трансформации и путь правил, соответственно, они могли оставаться снаружи. В конце концов, подкрепление Небесного Суда могло быть мощным, и оставлять двух восьмых рангов снаружи было безопаснее. В тот момент, когда губи смертных южной границы обсуждали свои дальнейшие действия, возникла суматоха. Выражение лица Ву Юна изменилось, он посмотрел в сторону севера и тихо произнес, кто-то идет. Людей было довольно много, их возглавляли три восьмого ранга. Пожилой мужчина с тростью, от него исходила добрая аура, он был бывшим первым верховным старейшиной племени Ясеверных Равнин и нынешним бессмертным Южного Опустошения Небес Долголетия, Яхуаном. Второй человек был одет в белый халат, у него были густые волосы, длинное и высокое тело, он был первым верховным старейшиной племени Байцзу Северных Равнин, Небесным Владыкой Байцзу. Третий носил высокую корону и золотой плащ, у него был невероятный нрав, это был внешне верховный старейшина племени Гун, принц Фэнсянь. Все остальные после них были элитой среди бессмертных. Среди них были бессмертный доминант Чуду, бессмертная Жаби Изверг Нюэр Цань, божественные копьи Юян Жан Цзунь, мальчик пожирающий богатство Ньян Ирфу и другие. Гу бессмертные Северные Равнины направились к бессмертным Южной Границе. «Друзья с Северной Равнины, что вам нужно?» – громко спросил Ву Юн. Яхуан усмехнулся и сказал, «Враг перед нами, мы хотели бы работать вместе с вами и напасть на Небесный Суд». Ву Юн громко рассмеялся, подкрепление Небесного Суда не пришло, вместо этого он получил новых союзников в поле битвы Благословенной Земли Непогрешимого. «Что это за формация?» – спросил Ву Юн. Рядом с ним стояли два восьмых ранга, Ихаофан и Чи Цу Ю, за ними следовала группа элиты седьмого ранга Южной Границы. Неподалеку стоял лидер Яхуан, за ним следовали бессмертные Северные Равнины, такие как Небесный Владыка Байтзу и Чуду. После некоторого обсуждения обе стороны заключили временное соглашение, они решили сотрудничать и напасть на Небесный Суд. Но это был первый раз, когда они работали вместе, союзное соглашение было довольно мягким, они все еще опасались друг друга. Несмотря на это, Ву Юн уже был вполне доволен. Южная Граница и Северные Равнины сотрудничают, это беспрецедентный случай в истории. С помощью Северной Равнины у нас не будет недостатков численности. Даже если Небесный Суд пришлет подкрепление, Башиба и Принц Фэн Сянь, находящиеся снаружи, смогут продержаться некоторое время, у нас будет достаточно времени на реагирование. Рассуждал про себя Ву Юн. Рядом с ним заговорил Чи Цу Ю. Это должно быть новая формация, я никогда не видел никаких записей о ней. Ву Юн кивнул, нарочито громко произнеся. В таком случае, мы можем только исследовать и прощупать эту формацию. Я Хуан из Северных Равнин, услышав это, улыбнулся, схватившись за трость. Союзники Южной Границы, подождите немного и сначала восстановите силы. Моя сторона только что прибыла, мы в хорошем состоянии, мы проведем прощупывание. На лицевую Юна появилось восхищение, он сжал кулак. Храбрость Северной Равнины известна всем, мы будем ждать здесь и восстанавливаться, если что-то случится, мы обязательно поможем. Я Хуан кивнул, поручив кому-то прощупать формацию. Эта группа Гу Бессмертных Северной Равнины была специально выбрана Бин Сай Чуанем. Получив приказ, Я Хуан собрал этих людей во имя Небес Долголетия и привел их сюда. До этого Бин Сай Чуань уже привел алтарь бедствия и удачи со своими товарищами, чтобы напасть на Небесный Суд. Не то чтобы Бин Сай Чуань специально отвлекал свои силы, но у него были свои сомнения. Нападение на Небесный Суд было важным делом, его нужно было держать в секрете. Он боялся, что если они увеличат численность и призовут слишком много людей, вторжение провалится, их разоблачат, и в итоге они проиграют битву. Поэтому Бин Сай Чуань выбрал лишь нескольких человек, которым доверял больше всего. И, несомненно, его решение было правильным. Поскольку принц Фэн Сянь был шпионом Дома Родства Духа, он был одним из самых успешных шпионов с точки зрения статуса. Естественно, группу Северной Равнины возглавлял Я Хуан. После поражения в Небесном Суде Бин Сай Чуань отправил приказ Я Хуану, а затем обратился к Фан Юаню. Я Хуан знал, насколько важна эта миссия, ведь надежда получить судьбу Гу от Небесного Суда становилась все меньше, а Благословенная Земля Непогрешимого стала самым важным полем боя. Если они уничтожат ее, то план Небесного Суда по восстановлению судьбы Гу будет сорван. Таким образом, Небесному Суду придется снова пытаться восстановить судьбу Гу. Чем дольше это затягивалось, тем больше надежды оставалось у четырех регионов. Таким образом, Я Хуан и Бессмертные Южной Границы с большой искренностью объединили свои силы. Ву Юн специально говорил громко, Я Хуан знал его намерения и быстро предложил помощь, это было проявлением его искренности. Небесный Суд был един в своих идеалах, центральный континент имел объединение людских сердец, а Южная Граница и Северные Равнины впервые в истории объединились. Это была действительно новая страница истории, несмотря на то, что обе стороны еще не полностью доверяли друг другу. Для того, чтобы добиться успеха в атаке на формацию Небесного Суда, обе стороны активно сотрудничали. Северные Равнины послали Ника Войнова, как мальчика пожирающего богатство Нионерфу. Этот человек имел детскую внешность, обладал боевой силой седьмого ранга и культивировал путь пространства, он мог защитить себя. Эта формация не была обычной, она была похожа на подземную пещеру. Пещера была огромной, а губи смертные были похожи на муравьев, здесь было бесчисленное множество сталагмитов и сталактитов, которые свисали с потолка или выступали из земли, как растущая трава. Они были всевозможных цветов и излучали ослепительный свет. Нионерфу осторожно вошел в формацию под всеобщим наблюдением. Он был знаменит на Северных Равнинах, он культивировал путь пространства и беспрепятственно передвигался по полям сражений. Он смог сохранить свою жизнь в опасных ситуациях и даже заработать на этом огромную прибыль, получив огромное богатство. Именно поэтому его называли «мальчик, пожирающий богатство». Но в этот момент Нионерфу был предельно бдителен, он не смел быть беспечным. Это была формация Небесного Суда, любая случайность, и здесь его жизнь закончится. Едва Нионерфу вошел в формацию, как она начала активироваться, сталактиты и сталагмиты начали расти, радужные огни окутали Нионерфу. С точки зрения всех, эта подземная пещера, созданная формацией, была похожа на свирепого зверя, открывающего свою пасть, теперь она закрывала свою пасть, бесчисленные сталактиты и сталагмиты соединились вместе и хотели разживать этого Нионерфу на кусочки плоти. Нионерфу был очень бдителен, почувствовав эту проблему, он развернулся и побежал. Радужный свет был очень неприятен, он мешал ему двигаться, он даже мог пробить его защиту. Этот радужный свет это изысканная формация семи отверстий, давайте быстро атакуем свет и поможем Нионерфу сбежать, пока не стало слишком поздно. Чи Цуи увидел что-то неладное и быстро закричал. Бессмертные южной границы и северные равнины работали вместе, извергая убийственные ходы. Нионерфу получил много помощи, он едва избежал скопления радужного света и вернулся к основной группе. Так близко, без всех вас я бы умер там. Нионерфу почувствовал сильный страх. Твое лицо. Внезапно Ньюэртсань указала на лицо Нионерфу с выражением ужаса. Что это? Нионерфу дотронулся до своего лица, но почувствовал твердую текстуру нефритового камня. Ты все же был ранен. Похоже, что эта формация не просто изысканная формация семи отверстий, здесь также есть формация нефритового шипа. Сказал Черный Предел. В небесах долголетия Северной равнины было четыре бессмертных опустошения и восемь пределов. Среди них Черный Предел был искусен в пути формации. Он обладал невероятным талантом и однажды обманул старого предка Сюэху, замаскировавшись под Суньмин Лу. Слова Черного Предела получили одобрение Чи Цу Ю. Скорее всего, это комбинированная формация из изысканной формации семи отверстий и формации нефритового шипа. Тогда как нам ее разрушить? Ву Юн посмотрел на пронизывающий радужный свет и бесчисленные сталактиты и сталагмиты. Чи Цу Ю уверенно улыбнулся. Вдвоем нам очень трудно сломать эту формацию. Но с друзьями из Северной равнины это просто хлопотное дело. В тот момент, когда Южная граница и Северная равнина объединили свои силы, Фан Юань также сражался против Циньи и Лихуана. Этот убийственный ход пути человека действительно доставляет много проблем. Глаза Фан Юаня сияли холодным мерцающим светом. Лихуан и Циньи были воодушевлены убийственным ходом героев среди людей. Они неустанно преследовали Фан Юаня. Что касается домов бессмертных Гу, то только двое остались преследовать Фан Юаня, а остальные либо разбирались с бессмертными западной пустыни, либо спасали Гу мастеров Центрального континента в земной впадине. Получив информацию от Бин Сай Чуаня, Фан Юань полетел со стремительной скоростью, однако его направление было противоположным. Он все дальше и дальше удалялся от благословенной земли непогрешимого пора. Фан Юань внезапно взмахнул рукавами, и бесчисленные дети Ямы вылетели наружу. Бессмертный убийственный ход, знакомое лицо. Фан Юань, который был в форме императора Ямы, быстро превратился в дитя Ямы, смешавшись с толпой. «Фан Юань, куда ты собрался?» — крикнул Лихуан. «Он был покрыт огненным плащом, горящим сильным пламенем. Ты попал под следственный убийственный ход, как ты собираешься сбежать таким способом?» Цинье в белом халате хмыкнул. Два дома бессмертных Гу были совершенно растеряны, но эти двое восьмых рангов Небесного суда нацелились на главное тело Фан Юаня. Очевидно, Небесный суд Центрального континента уже начал принимать контрмеры против знакомого лица Фан Юаня. Сколько хлопот! Не имея выбора, Фан Юань устремился в небо, войдя в белые небеса. Бессмертный убийственный ход девятого ранга — небесная форма. Используя этот ход, Фан Юань быстро нашел кучу черно-белых опрокинутых облаков. «А нет, остановите его! Уничтожьте эти опрокинутые облака!» Лихуан и Цинье имели богатый опыт сражений, они могли понять, что Фан Юань пытается использовать облака для побега. Фан Юань искренне рассмеялся. «Почему бы вам снова не попытаться вычислить мое главное тело?» Бессмертный убийственный ход — мириады призрачных драконов меча. Это был комбинированный ход, состоящий из трансформации древнего дракона меча, мириад себя, дитя Ямы, императора Ямы и знакомого лица. Он также был одним из величайших достижений Фан Юань в его модификации убийственных ходов некоторое время назад. Как только убийственный ход был использован, раздался громкий взрыв, и бесчисленные черные драконообразные духовные звери вылетели наружу. У этих духовных зверей были серебристо-белые когти, зубы, рога и чешуя. Они постоянно излучали жуткую цемеча. В небе летали бесчисленные призрачные драконы, некоторые из них атаковали преследователей, остальные продолжали бесцельно летать в хаотичном порядке. Такой удивительный метод. После короткой схватки выражения лиц Лихуана и Циньи изменились. Этот убийственный ход представлял для них угрозу, особенно когда призрачные драконы самоподрывались, они обладали невероятной мощью, сила взрыва духовного зверя, а также бушующие цемеча придавали им необычайную силу. Лихуан надел свой огненный плащ незрелого солнца, но тот не выдержал, после десятков самоподрывов плащ стал мерцать, пламя сильно ослабло. Циньи был в еще более жалком состоянии, он пытался защищаться, но в то же время думал, как этот ход может быть таким мощным. Это было вполне естественно. Мириады призрачных драконов меча имели ту же слабость и цену, что и безграничный ветер Вуюна. Он постоянно расходовал знаки Дагу Бессмертного. Однако безграничный ветер использовал 10 тысяч знаков ДАА каждый раз, а мириады призрачных драконов меча Фан Юэня – 4 тысячи знаков ДАА пути души за одно использование. Лихуан и Циньи были заняты защитой, а Фан Юэнь воспользовался возможностью и скрылся в черно-белых опрокинутых облаках. Перейдя из белого неба в черное облако, Фан Юэнь немедленно разрушил облако и использовал фиксированное Бессмертное путешествие в качестве ядра для активации убийственного хода. Через несколько мгновений он исчез с места, прибыв в Благословенную землю Непогрешимого. Только подумать, что Благословенная земля Непогрешимого была здесь, вздохнул Фан Юэнь. Поскольку Бин Сай Чуэнь позвал его, он, естественно, назвал ему местонахождение Благословенной земли Непогрешимого. Это место не было похоже на остров Каменного Лотоса или Небесной Гродки Тодракона. Сюда Фан Юэнь мог попасть с помощью своего убийственного хода. Кто? Появление Фан Юэня заставило насторожиться армию южных границ и северных равнин. Я. Фан Юэнь холодно фыркнул. Гу Бессмертный, спросивший его, покрылся холодным потом, он почувствовал сильное давление. Еще до того, как Фан Юэнь ответил, он уже понял это и почти сразу же пожалел о своем рефлекторном вопросе. В конце концов, Фан Юэнь был самым свирепым демоном, знаменитым во всех пяти регионах. Фан Юэнь быстро осмотрел поле боя, гигантская торнадо, которая поддерживала небо и землю, безграничный ветер, было тем, что привлекло его внимание больше всего. Затем он на секунду посмотрел на принца Фэн Синя, после чего повернулся к Башиба и другим защищающимся Гу Бессмертным. Ты здесь? Чуду был умеренно ранен. Он подлетел к Фан Юэню и поприветствовал его. Принц Фэн Сянь и Башиба смотрели на Фан Юэня со сложным выражением лица. Ли Хуан и остальные преследовали Фан Юэня слишком долго, и только спустя столько времени он смог найти возможность телепортироваться сюда. В данный момент Ву Юн и Я Хуан не только разрушили изысканную формацию нефритовых шипов, но и прошли следующие две формации, застряв на четвертой. Чуду проявил невероятные способности перед второй формацией, но в результате был ранен, так как приближался Фан Юэнь, он остался ждать его снаружи. Благодаря договоренностям Бин Сай Чуэня, сторона Северной равнины знала, что Фан Юэнь приближается, это означало, что Бессмертные Южной границы тоже знали. Фан Юэнь создал огромный хаос на Северной равнине и Южной границе, силы праведного пути обоих регионов понесли потери из-за него. Здание 88 истинных ян Северной равнины было разрушено Фан Юэнем, а многие суперсилы праведного пути Южной границы подверглись его вымогательствам. Но теперь все они сотрудничали против общего врага, Небесного Суда. Неважно, насколько сильна формация, как она может преградить мне путь. Время поджимает, я не буду больше ничего объяснять, освободите мне путь, я собираюсь взорвать телоискателей реальности чистых грез. Фан Юэнь кивнул Чуду, атакуя формацию, не тратя времени. Чуду и остальные были вне себя от радости, они ждали Фан Юэня и были готовы сотрудничать с ним из-за этого. Фан Юэнь владел методами пути грез, и пока он взрывал тела искателей реальности чистых грез и распространял царство грез, эта формация непременно разрушится. О прибытии Фан Юэня вскоре узнали Яхуан и остальные. Яхуан бросил взгляд на Вуюна и остальных и спросил, о, Фан Юэнь уже здесь? Выражение лица Вуюна слегка застыло, после чего он обратился к Яхуану. Пусть Фан Юэнь сначала заключит союзное соглашение, а затем скажи ему, что я готов отказаться от нашей вражды и временно сотрудничать из-за предупреждения Яхуана. Вуюн был мысленно готов к тому, что Фан Юэнь придет. Он был человеком амбициозным, хотя и враждовал с Фан Юэнем, но Небесный суд был общим врагом. Справиться с Небесным судом и предотвратить полное восстановление судьбы Гу было бы для Вуюна самой большой выгодой, ради этого он мог бы отбросить свою вражду и сотрудничать с Фан Юэнем. Друг Вуюн действительно мудр и ясно мыслит, похвалил Яхуан. Сразу же после этого Чи Цу Ю и остальные тоже закивали. Не только лидер Альянса Вуюн, но и суперсилы Южной границы готовы противостоять Небесному суду вместе с Фан Юэнем, не обращая внимания на нашу прошлую вражду. Фан Юэнь убил множество пленных Гу Бессмертных Южной границы ради собственной выгоды, но сейчас они приняли то же решение ради общей картины. Они поступали логично, но причина была в том, что ситуация была действительно опасной, а Небесный суд был очень силен. Бин Сай Чуань не только рассказал Яхуану и Фан Юэню о текущей ситуации Небесного суда, информация также была передана Вуюну и остальным. Таким образом, Бессмертным Южного Альянса стало еще понятнее их нынешнее положение. Небесный суд и Императорский город были обречены на провал, единственный шанс на победу был здесь. Только правильно использовав время и быстро разрушив формацию, они могли предотвратить отправку последней партии знаков до успеха в Небесный суд, что заставило бы их снова провести съезд пути усовершенствования Центрального континента. Тела искателей реальности чистых грез, идите и уничтожьте эту формацию. В это время Фан Юэнь послал несколько тел искателей реальности чистых грез в сторону формации. В нынешнюю эпоху путь грез все еще не был развит, было только несколько семян, он еще не вырос. Почти все бессмертные формации Гу, независимо от ранга, не могли противостоять коррозии царства грез. Если только это не была бессмертная формация, обладающая червями Гу пути грез, или имеющая соответствующие методы пути грез для блокирования этой коррозии. Но как только тела искателей реальности чистых грез приблизились к формации, произошло изменение. Бессмертный убийственный ход – разбить грезы. Бессмертный убийственный ход – трансформация искателя реальности чистых грез. С помощью двух убийственных ходов тела искателей реальности чистых грез Фан Юэня в одно мгновение разлетелись в дребезги и начали распространяться по окрестностям. Затем эти разбитые царства грез собрались в новые тела искателя реальности чистых грез, которые атаковали Фан Юэня. Зрачки Фан Юэня сузились, он был втайне шокирован. Он не ожидал, что Небесный Суд уже получил такие методы. Хотя он знал, что это вопрос времени, он не думал, что это произойдет так быстро. Но вскоре его удрученные чувства исчезли, он вновь обрел спокойствие и ледяной темперамент. Мысли появлялись и сталкивались в его голове, он быстро пытался придумать решение этой проблемы. Они действительно могут отменить мой контроль над телами искателей реальности чистых грез и трансформацией? Это потому, что преподобный демон спектральная душа был захвачен, а его воспоминания достались им. К Фан Юэню подошли несколько тел искателей реальности чистых грез, и он быстро отступил. У него было много мощных убийственных ходов, но против тел искателей реальности чистых грез они были довольно слабыми. Сейчас этот ход был совершенно непобедим в этом мире. В прошлом, Башня Небесного Надзора и даже герцог Луны истинный монарх Фиолетовой Горы были вынуждены избегать царства грез. Но, к счастью, Фан Юэнь не был беспомощен. Внутри суверенной бессмертной апертуры клон Пути Времени купался в свете мудрости, он продолжал делать вычисления за него. Хотя у Фан Юэня не было убийственного хода разбить грезы, чтобы справиться с телами искателя реальности чистых грез, он был хорошо знаком с убийственным ходом трансформации искателя реальности чистых грез. Даже Небесный суд не мог постичь трансформацию искателя реальности чистых грез всего за несколько лет. Скорее всего, причина заключалась в том, что они получили воспоминания о спектральной душе. Именно поэтому Фан Юэнь не мог использовать свой первоначальный убийственный ход искателя реальности чистых грез для ответного удара, и вместо этого использовал свет мудрости для создания контр-убийственного хода. Вычисления клона Пути Времени займут некоторое время. Фан Юэнь обдумывал свои контрмеры, взлетая в небо. Несколько тел искателей реальности чистых грез неустанно преследовали его, а несколько направились в сторону безграничного ветра и других губ бессмертных. Тела искателей реальности чистых грез самовзорвались, отчего безграничный ветер сильно пострадал, его сила стремительно падала. Принцу Фэн Синю и остальным пришлось уклоняться. Фан Юэнь связался с Ву Юном, но его первое предложение заставило Ву Юна вздрогнуть. Принц Фэн Синь из Северных равнин – шпион Небесного суда. Ву Юн атаковал формацию и спросил. Доказательства? Мои слова сами по себе являются доказательством. В этой ситуации у меня нет причин лгать. Фан Юэнь немедленно ответил. У меня сейчас недостаточно царств грез, мне нужно собрать больше царств грез южной границы и создать тела искателя реальности чистых грез, чтобы сражаться. Быстрее сообщите Гу Бессмертным, чтобы они помогли мне. Фан Юэнь и Небесный суд были врагами, его обвинения в адрес принца Фэн Синя не имели доказательств, но, как он и говорил, его слова были очевидным доказательством. В конце концов, весь мир знал о его цикаде весны и осени. Когда-то этот секрет доставил Фан Юэню большие проблемы, но сейчас он получил доверие Ву Юна. В решающий момент Ву Юн не колебался. Поскольку он уже работал с Фан Юэнем, они могли бы вступить в более глубокое сотрудничество, ведь сейчас настоящим врагом был Небесный суд. Хорошо, я скажу остальным, ты можешь идти. В этот момент Ву Юн почувствовал сложные эмоции. Он никогда не думал, что однажды он специально отдаст приказ встретить прибытие Фан Юэня. В этот момент в ушах Ву Юна раздался голос Чи Цу Ю. Я уже расшифровал эту формацию, быстро атакуйте то место, это истинное ядро формации. Ву Юн был вне себя от радости. Он на мгновение забыл о Фан Юэне, отдав приказ атаковать место, которое указал Чи Цу Ю. После уничтожения ядра формации, эта формация стала намного медленнее и тусклее. Черный предел Сунь Мин Лу смотрел на них с большим восхищением и удивлением. После входа в формацию, Чи Цу Ю всегда превосходил его и постигал глубины формации. За более короткое время у него не было выбора, кроме как чувствовать восхищение. Мы должны следовать указаниям лорда Чи Цу Ю, давайте поможем этим союзникам из южной границы. Черный предел умерил свой дух соперничества и обратился к Яхуану, который был рядом с ним. Яхуан нахмурился, но согласился. Фан Юэнь легко разделался со своими преследователями. Эти тела искателей реальности чистых грез уступали Лихуану и Циньи. Используя убийственный ход фиксированного бессмертного путешествия, Фан Юэнь вернулся на южную границу и получил большое количество царств грез. С их помощью он создал больше тел искателей реальности чистых грез и отправился к формации Небесного Суда. В этой ситуации борьба с вражескими телами искателей реальности чистых грез была второстепенной. Главной целью было уничтожить формацию и не дать Небесному Суду восстановить судьбу. Фан Юэнь никогда не забывал о своем истинном мотиве. Однако все тела искателей реальности чистых грез, которые приблизились к формации, разбились и превратились во врагов, снова напав на Фан Юэня. Кроме того, эти тела искателей реальности чистых грез могли обращаться, поэтому сторона Фан Юэня несла больше потерь, чем приобретений. В такой ситуации Фан Юэнь начал понимать, похоже, Небесный Суд уже изменил тела искателей реальности чистых грез. В это время Ву Юн передал, Фан Юэнь, продолжая посылать больше тел искателей реальности чистых грез в формацию, мы уже нашли много недостатков в формации. Фан Юэнь мысленно подумал, похоже, что Небесный Суд не совсем правильно объединил методы пути грез с этой формацией. Каждый раз, когда они имеют дело с моими телами искателя реальности чистых грез, они также нарушают работу самой формации, что приводит к появлению недостатков. Эти недостатки были слишком очевидны для Чи Цу Ю и Черного Предела. Используя эти шансы, Ву Юн и остальные атаковали с большой результативностью. Но таким образом, царства грез Фан Юэня будут постоянно превращаться в ресурсы Небесного Суда, и они будут получать все большее количество тел искателей реальности чистых грез. Похоже, мне действительно нужно разгадать их тела искателей реальности чистых грез. Сердце Фан Юэня слегка опустилось, это была проблема, от решения которой он не мог отказаться. Не то чтобы он не хотел войти в формацию, чтобы помочь, но там уже были Чи Цу Ю, Ву Юн и другие, и с его монополией на методы пути грез он был очень нужен снаружи. Фан Юэнь начал сражаться с этими телами искателей реальности чистых грез. В то же время он передал остальным. Сейчас есть важное дело, убийственный ход пути Человека Небесного Суда. Может ли кто-нибудь избавиться от этих белых огней? Никто не ответил. В конце концов, Ихаафан удрученно ответил. Путь Человека специализируется на поддержке, потому что знаки ДАА Пути Человека не будут мешать знаком ДАА других путей или конфликтовать с ними. Если мы не используем методы Пути Человека хотя бы восьмого ранга, мы не сможем решить эту проблему. Ихаафан культивировал путь трансформации, но он также был очень искусен в поддержке других. Это было связано с его фирменным убийственным ходом – трансформацией Человека. С его словами Фан Юэнь отказался от этой идеи. Они не могли разгадать героев среди людей. Кроме того, принц Фэн Сянь представлял собой огромную угрозу. Фан Юэнь, Ву Юн и остальные не хотели его раскрывать. Убить восьмой ранг было слишком сложно. Они могли бы притвориться, что не знают, и сосредоточиться на разрушении информации, ведь предотвратить успех небесного суда было важнее. Время шло, и Фан Юэнь наконец-то добился некоторого прорыва в своих вычислениях. Он рискнул и успешно захватил тело вражеского искателя реальности чистых грез, экспериментируя над ним. Это действительно полноценное тело искателя реальности чистых грез. Оно было полностью изменено, теперь это действительно 11-е экстремальное телосложение. Фан Юэнь вздохнул от своего большого выигрыша. Он быстро изменил трансформацию искателя реальности чистых грез, так как начал изучать метод небесного суда. Когда его тела искателя реальности чистых грез снова модифицировались, они сопровождали Ву Юна и Яхуана, разрушая множество формаций подряд. Их еще много, Яхуан глубокомысленно нахмурился. Одна формация за другой, как будто у небесного суда было неограниченное количество формаций. Эта сцена заставила Ву Юна и остальных почувствовать себя немного подавленными. Странно, как небесный суд может создать так много бессмертных формаций. Разве что, черный предел колебался. Чи Цу Ю задумался и сказал. Я понял, это 9-9 последовательных непрерывных формаций. 9-9 последовательных непрерывных формаций. Это название мне знакомо. В голове Ву Юна возникло нехорошее предчувствие. Чи Цу Ю вздохнул. Легенда гласит, что преподобное бессмертное звездное созвездие предсказало проблемы небесного суда в будущем и создало 9-9 последовательных непрерывных формаций. Когда преподобный демон безграничный на небесный суд напал, он вошел в эту формацию и вырвался только после того, как уничтожил сотню формаций. На самом деле эта формация является гигантской комбинированной формацией. Она может смешивать и сочетать 9 подформаций. Истинная проблема в том, что когда мы разрушаем формацию, небесный суд может создать новую в области ядра. До тех пор, пока наша скорость разрушения не будет такой же быстрой, как их скорость создания, это будет длиться бесконечно. Слава Чи Цу Ю были подобны ведру холодной воды, вылитому на этих бессмертных, что им теперь делать. Ву Юн, Яхуан и остальные немного растерялись. 9-9 последовательных непрерывных формаций были созданы преподобной бессмертной звездным созвездием, чтобы справиться с преподобным демоном безграничным. Согласно легендам, преподобному демону безграничному пришлось разрушить сотню формаций, прежде чем он сбежал. Как они могли сделать то же самое? И что самое тревожное, им нужно было бороться со временем, как только судьба Гу полностью восстановится, шансы на победу будут равны нулю. Что же нам делать? Небесный владыка Байцзу нахмурился. Это приготовление преподобное бессмертное звездное созвездие, неудивительно. Неудивительно. Черный предел сразу все понял. Чи Цу Ю был очень обеспокоен. Даже если мы соберем всех Гу бессмертных пути формации в мире, чтобы вычислить эту формацию, боюсь, шансы на победу будут невелики. Кроме того, сейчас у нас все меньше и меньше времени. Этот великий эксперт пути формации, который проявил себя в этой битве как один из лидеров Южного Альянса, не собирался отступать. Ву Ю вдруг громко рассмеялся. Лидер Альянса, почему ты смеешься? У вас есть способ сломать эту формацию? С недоумением спросил Чи Цу Ю. Ву Ю покачал головой. Хотя у меня нет способа сделать это, я уже вижу сквозь фасад Небесного Суда. Не волнуйся слишком сильно, на мой взгляд, мы переоцениваем сложность. Почему? Подумайте об этом. В прошлом, 9-9 последовательных непрерывных формаций были созданы преподобной бессмертной звездным созвездием. Ее использовали бесчисленные Гу бессмертные Небесного Суда, чтобы противостоять преподобному демону безграничному. Но это не увенчалось успехом, в итоге преподобный демон безграничный прорвался. С тех пор, как она была сломана, эти 9-9 последовательных непрерывными формаций были повреждены. Даже если Небесный Суд имеет огромный фундамент и восстановил все бессмертные Гу, в худшем случае мы столкнемся с полными и даже модифицированными 9-9 последовательными непрерывными формациями. Но среди защищающихся Гу бессмертных не все члены Небесного Суда. На самом деле, здесь может быть лишь несколько членов Небесного Суда. Ли Хуан и Цинье находятся в императорском городе, герцог Лун, Фи Ацзывы, Юян Цунду, Чевы и Цуньянь сражаются в Небесном Суде. Центральный континент сейчас атакуют все 4 региона, они были вынуждены установить здесь эту формацию, это показывает, что у них мало людей, их члены распределены слишком разрозненно, сейчас они могут только обороняться. Глаза Ву Юна сияли ярким светом, он демонстрировал непомерную уверенность и великую мудрость в своем понимании ситуации. Он продолжил. И самое главное, они уже показали, насколько они слабы. Ранее Ченни и Бай Цаншуй пришли сразиться с нами, Ченни был почти избит до смерти. Народ, если это 9-9 последовательных непрерывных формаций действительно непробиваемо, зачем Ченни и Бай Цаншуй рисковали своими жизнями. Они, должно быть, тянут время, чтобы создать новые формации. Ранее наша атака заставила их пойти на этот огромный риск. Сейчас у нас есть помощь наших друзей с северных равнин, это отличная возможность. Несмотря на то, что это 9-9 последовательных непрерывных формаций сильно, многое зависит от того, кто управляет ею и кто атакует. Верно, это очень логично. Ха-ха, действительно, сейчас необходимо быстро атаковать. Защита небесного суда не так сильна, как кажется. Мне стыдно, я действительно испугался из-за репутации преподобной бессмертной звездного созвездия. Слова Ву Юна подняли всеобщий боевой дух, их нападения стали сильнее, теперь они были более решительными. Ву Юн улыбнулся, но мысленно вздохнул. Все здесь были элитой, но они были напуганы этой 9-9 последовательных непрерывных формаций. Это было не потому, что они были глупы, а потому, что они столкнулись с огромным давлением. Бин Сай Чуань оповестил многих людей о ситуации. Они работали вместе и атаковали эту формацию, отчаянно держась за последнюю надежду. Но у этого действия была слабость. Оно заставило всех осознать срочность этой ситуации. Если бы они были неосторожны, то понесли бы огромные потери, так как Небесный суд нанес бы ответный удар. В конце концов, это был центральный континент. У них не было убийственного хода фиксированного бессмертного путешествия, а даже если бы и был у Небесного суда были методы противодействия. Таким образом, бессмертным было трудно отступить. Чтобы перестраховаться, сейчас было самое время отступить. Чем дольше они будут тянуть, тем сложнее будет покинуть центральный континент. Вероятно, гу бессмертные Восточного моря и Западной пустыни уже отступают. Эти два региона разобщены. Они не похожи на нашу южную границу и северную равнину, которые могут собрать воедино множество сил праведного пути. Теперь все будет зависеть от нас. Сможем ли мы быстро разрушить формацию и перехватить последнюю партию знаков до успеха? Вздох. Мы все еще полагались на методы пути грез Фан Юяня, чтобы справиться с этой формацией. Подумать только, у Небесного суда тоже были методы контроля над телами искателей реальности чистых грез. Неужели это потому, что они захватили спектральную душу? Интересно, кто же тот человек внутри этой формации, который остановил Фан Юяня? Ву Юн продолжал гадать и оценивать ситуацию. Внутри 9-9 последовательных непрерывных формаций Фэн Цзюга был бледен, но он тепло улыбался. Хуан Ир, хорошая работа. Он посмотрел на Фэн Цзинь Хуан и улыбнулся, чувствуя огромную гордость. Тот, кто остановил Фан Юяня, был никто иной, как дочь Фэн Цзюга, Фэн Цзинь Хуан. Фэн Цзинь Хуан поджала губы и сказала, «Отец, я не смею приписывать себе эту заслугу, я смогла использовать бессмертный гу и активировать бессмертный убийственный ход благодаря помощи этой формации. Несмотря на это, противостоять Фан Юяню – невероятный подвиг, Фэн Цзинь Хуан, ты уже проделала удивительную работу для Небесного суда». Бай Цзинь Хуан улыбнулся. Чинни кивнул, глядя на Фэн Цзюга и Фэн Цзинь Хуана. Она действительно похожа на своего отца. Фэн Цзюге спас ему жизнь, а Фэн Цзинь Хуан была потрясающе талантлива, поэтому Чинни испытывал чувство благодарности и восхищения по отношению к этой паре отца и дочери. Небесный суд. Раунд свирепых атак закончился. Учащенное дыхание герцога Луна замедлилось. Он посмотрел на семь пределов опустошения, которые были покрыты ранами, но остались стоять, и холодно фыркнул. Я так и не уничтожил его. Неужели это из-за моих ран? Если говорить обычным языком, то герцог Лун при поддержке последнего боя Небесного Дракона обладал невероятной силой. Он точно мог победить семь пределов опустошения. Даже если бы эта древняя боевая формация была в своей самой сильной форме за всю историю. Но герцога Луна сдерживали его травмы. В основном это были старые травмы, полученные ранее, когда герцог Лун захватил дворец Дракона, его ранили губи смертные Восточного моря. Если бы не эти травмы, я бы уже уничтожил семь пределов опустошения. Мои расчеты были немного ошибочны, но со временем это больше не будет мне мешать. Герцог Лун холодно фыркнул. Ранее он игнорировал свои травмы, чтобы сражаться, но теперь ему пришлось столкнуться с семью пределами опустошения. Соревнования между экспертами обычно зависели от таких незначительных деталей, как это. Несмотря на то, что герцог Лун мог подавить семь пределов опустошения, он изначально был пассивен, но даже сейчас он не мог собрать достаточно сил, чтобы уничтожить его. После интенсивного извержения атак, атаки герцога Луна стали слабее, он начал перемещаться. Бин Сайчуани и остальные почувствовали некоторое облегчение, герцог Лун оказывал на них слишком сильное давление. У Фейцзывы и остальных были сложные выражения лиц. Все больше и больше членов Небесного суда понимали, что время герцога Луна почти вышло. Это была последняя битва в его жизни. Он был подобен фейерверку, он мог засиять только перед тем, как угаснуть навсегда. После этой битвы Небесный суд потеряет этого легендарного великого эксперта. Внезапно Фейцзывы получила сообщение от герцога Луна. Фейцзывы, как ситуация? Фейцзывы быстро ответила. Императорский город был разрушен, погибло бесчисленное множество смертных. Лихуан и Цинье спешат в благословенную землю непогрешимого. В пещере скрытого дракона, губи смертные восьмого ранга Восточного моря тоже интенсивно сражаются. Герцог Лун некоторое время бормотал про себя, а затем сказал Фейцзывы. Очень хорошо, я не ошибся в тебе. Благодаря твоим приготовлениям и планированию, нам удалось обезопасить все три места. Императорский город был разрушен стихийным бедствием, это не твоя вина. Герцог Лун не скупился на похвалы в адрес Фейцзывы. Он знал, что хотя сейчас он оказывает невероятное сопротивление, но это благодаря Фейцзывы, которая контролирует ситуацию на заднем плане. Фейцзывы почувствовала еще больше восхищения к Герцогу Луну, она искренне сказала. Это все благодаря Герцогу Луну, вы получили Дворец Дракона. Кто бы мог подумать, что Дворец Дракона содержит бессмертного Гу восьмого ранга Путигрез, жетон грез, который позволяет порабощать Гу бессмертных восьмого ранга. С Джаныним и остальными наша слабость в живой силе была устранена. Лорд Герцог Лун даже получил огромные ранения, чтобы скрыть личности Джаныня, бабушки Жун и остальных. Это позволило нашему плану в Восточном море преуспеть, иначе, если бы эти восьмые ранги Восточного моря присоединились к любому из трех полей битвы, у нас были бы проблемы. Герцог Лун. Верно, я тоже был удивлен существованием жетона грез, он вспомнил битву в Восточном море. Джаныни и остальные появились вместе, что стало неожиданностью для Герцога Луна. Они были либо одинокими бессмертными, либо демоническими культиваторами, они были величественными и гордыми существами восьмого ранга, и подумать только, что они будут работать вместе, несмотря на отсутствие взаимоотношений в обычное время. Герцог Лун стал более подозрительным в поздних частях битвы. Джаныни и другие бессмертные глубоко доверяли друг другу во время битвы. И что действительно заставило Герцога Луна быть уверенным в своей догадке, так это то, что после того, как Герцог Лун победил четырех Гу Бессмертных, Дворец Дракона улетел. Четверо вернулись и не стали преследовать Дворец Дракона Дом Бессмертных Гу, вместо этого они продолжили атаковать Герцога Луна. Если все они имели свои собственные намерения и хотели заполучить Дворец Дракона, как они могли остаться, чтобы разобраться с Герцогом Луном таким образом? Обычно, с боевой силой Герцога Луна эти четверо должны были преследовать Дворец Дракона. В конце концов, Дворец Дракона улетел с большим волнением, возможно, там были и другие Гу Бессмертные восьмого ранга Восточного моря. Казалось, что, сражаясь с Герцогом Луном, они помогали Дворцу Дракона тянуть время. СМ, главу 1689, Герцог Луностро чувствовал, что эти четверо Гу Бессмертных были связаны с Дворцом Дракона. После того, как он получил Дворец Дракона и усовершенствовал его, его догадки подтвердились. Поскольку он был готов к этому, он не позволил Джаныню и остальным быть раскрытыми. Если бы они были раскрыты, другие Гу Бессмертные Восточного моря в любом случае не умерли бы. Сейчас главное для Небесного Суда было восстановление судьбы Гу. Подумав об этом, Герцог Лун приказал Фея Цзывы. Удели больше внимания Пещере Скрытого Дракона, мы не можем быть беспечными. Пять региональных стен исчезают, регионы становятся единым целым. К тому времени там будет хаос и огромные битвы. Боевая сила Дитзаншина достигнет ужасающего уровня, он будет наравне со мной. Герцог Лун понимал Дитзаншина лучше, чем Фея Цзывы. Фея Цзывы сразу же поняла намерения Герцога Луна. Теперь ситуация становилась более стабильной. Благословенная земля Непогрешимого, Небесный Суд и Пещера Скрытого Дракона находились под контролем Небесного Суда. Ли Хуан, Циньи и Дома Бессмертных Гу вот-вот должны были достичь Благословенной земли Непогрешимого. Единственной возможной проблемой была Пещера Скрытого Дракона. Герцог Лун не боялся, что Дворец Дракона сменит владельца, он изначально разместил там Дворец Дракона как ловушку. Дворец Дракона был устроен так, что управлять им могли только люди-драконы. Обойти это ограничение было невозможно, разве что разобрать Дворец Дракона на части. Даже большинство методов трансформации были неэффективны. Герцог Лун боялся, что Дворец Дракона будет дестабилизирован и освободит Дит Зан Шина. Дит Зан Шин сильно ненавидел Небесный Суд и Герцога Луна. Прибавив в силе, он непременно решил бы отомстить. Герцог Лун должен был вскоре умереть, но Дит Зан Шин был практически бессмертен. Если Фан Юяне и остальные воспользуются этой боевой силой, возникнут большие проблемы поля битвы Благословенной Земли Непогрешимого. Торнадо, похожий на Небесный Столб, поднял Бурю, врезавшись в формацию Небесного Суда. Принц Фэн Сяни Башиба, находившийся снаружи, уставились на горизонт. Там два пятнышка света прорезали небо, и постепенно показались фигуры двух губи смертных восьмого ранга. Это были Лихуан и Циньи. Наконец-то мы прибыли. Неплохо, мы не опоздали. Лихуан и Циньи наконец-то прибыли. Где этот негодяй Фан Юань? Глаза Лихуана сияли оранжево-красным светом, он пытался расследовать. Он был полон злобы к Фан Юаню. Ранее, когда Фан Юань отступал, он специально выбрал противоположное направление от Благословенной Земли Непогрешимого. Он заставил Лихуана и остальных уйти очень далеко. После этого Фан Юань нашел возможность использовать фиксированное бессмертное путешествие и прибыл на Благословенную Землю Непогрешимого, а Лихуан и остальные остались в пыли. В небесном суде Центрального континента не было башен маяков, поэтому Лихуану и Циньи пришлось спешить к Благословенной Земле Непогрешимого через очень большое расстояние. Они должны быть внутри формации, ответил Циньи, его взгляд пронесся мимо формации и упал на безграничный ветер. Этот убийственный ход очень силен. Он очень опасен для нашей формации, мы должны избавиться от него. Этот ву юн обладает таким убийственным ходом, а также прощай друг ветер, если возможно, мы должны попытаться убить его. Если он вернется на южную границу, то в будущем он станет большой проблемой для небесного суда. Лихуан и Циньи посовещались, прежде чем сменить направление и двинуться в сторону убийственного хода безграничного ветра. Принц Фэнсянь и Башиба уже почувствовали их, они тоже поспешили туда. Вперед, крикнул принц Фэнсянь, взмахнув рукавом, и сотни огненных шаров вырвались наружу. Ты используешь огонь, чтобы атаковать меня? Смешно. Лихуан фыркнул и не стал уклоняться, на его спине пылал огненный плащ незрелого солнца. Огненные шары принца Фэнсяня попали в Лихуана, но не причинили ему никакого вреда, а даже увеличили силу плаща. Выражение лица принца Фэнсяня не изменилось, он указал на Лихуана. Взмах! Пламя на Лихуане мгновенно стало фиолетовым. Фиолетовое пламя проникло в оранжево-красный огненный плащ незрелого солнца, пытаясь разрушить защитный убийственный ход. Выражение лица Лихуана изменилось. Принц Фэнсянь хотел отвлечь его, он бросился на Лихуана. Они сражались в небе, отчего в небе вспыхивали языки пламени и опаляли землю. Температура на поле боя повышалась. Башиба наблюдал за битвой принца Фэнсяня и думал. Хэмпэв, этот принц Фэнсянь все еще играет, он действительно хорошо скрывается. Сторона Фанюэня оставила принца Фэнсяня и Башиба снаружи охранять формацию. Башиба уже был проинформирован о личности принца Фэнсяня через Вуюна, но он притворился, что не знает. Как и предсказывали Вуюны Фанюэнь, принц Фэнсянь не хотел раскрывать свою личность, если только это не было необходимо. По правде говоря, скорее Небесный суд пойдет на некоторые жертвы, чем выдаст принца Фэнсяня. Во время хаотичной войны пяти регионов он будет иметь большую ценность. Принц Фэнсянь и Лихуан были восьмыми рангами пути огня, эти двое сражались в небе и на земле, они окрашивали небо в красный цвет, заставляли реки пересыхать, земля трескалась от их атак, облака испарялись, бесчисленные формы жизни спасались бегством. Башиба и Цэнье культивировали путь правил и путь тьмы соответственно. Хотя их схватка не вызвала такого шума, как у Лихуана и принца Фэнсяня, она была гораздо более безжалостной. Лихуан знал об истинной личности принца Фэнсяня, они просто играли, даже несмотря на большой переполох. Но Башиба и Цэнье были настоящими врагами. Башиба закричал странным тоном, когда множество глубоких огней вонзились в Цэнье, как лезвия или мечи. Три последовательных попадания, четыре последовательных попадания, пять последовательных попаданий. Каждый глубокий свет имел умеренную силу, но когда они попадали в Цэнье, урон быстро накапливался. Это был метод последовательных атак, который Башиба тренировал всю свою жизнь. Подобные правила, дополняющие убийственный ход, могли позволить определенному убийственному ходу получить огромный прирост в силе. Условием было то, что Башиба должен был использовать только этот убийственный ход и не мог переходить на другие методы. Цэнье был вынужден постепенно отступать, на его лбу выступил пот. Я не могу позволить ему продолжать, как только он достигнет 18 последовательных попаданий, моя защита рухнет. Цэнье активировал бессмертный убийственный ход, его фигура исчезла и превратилась в тьму. В небе, словно капля чернил попала в воду и стала бесконечно расширяться. Башиба увидел это и засомневался. Скорее всего, это фирменный убийственный ход Цэнье, расширяющееся ночное небо. У обеих сторон была информация друг о друге, Башиба и Цэнье имели определенный уровень понимания друг друга. Расширяющееся ночное небо было бессмертным убийственным ходом поля боя, оно было довольно особенным. Обычные бессмертные поля боя формировались после некоторой подготовки. В то время как расширяющееся ночное небо продолжало увеличиваться в размерах и дальности, этот ход не имел предела в теории. Пока у Цэнье было достаточно времени, он мог даже распространить этот бессмертный убийственный ход поля боя на все белые небеса. Башиба отлетел назад. Он подумал и решил избегать противника. Расширяющееся ночное небо было бессмертным полем боя, если бы Башиба вошел туда, его путь правил был бы ослаблен окружением пути тьмы. Конечно, более важной причиной был принц Фэнсянь. Башиба знал, что принц Фэнсянь был предателем, если бы он вошел в бессмертное поле боя, то не смог бы увидеть ничего снаружи. Цэнье мог даже позволить принцу Фэнсиню или Хуану войти на поле боя, чтобы разобраться с Башиба. Тогда Башиба придется сражаться с тремя врагами, а это было бы опасно. Битва двух пар восьмых рангов зашла в тупик. Мгновение спустя на горизонте показалось множество домов бессмертных Гу. Среди них были поместья морозного дракона и здания сметающего ветра. Изначально эти дома бессмертных Гу защищали императорский город, но теперь, когда императорский город стал историей, дома бессмертных Гу собрали всех своих Гу бессмертных и прибыли сюда в качестве подкрепления. Поместье морозного дракона находилось впереди, оно начало светиться голубой аурой. Свет сформировался в форму дракона, это был безрогий дракон. Голубой безрогий дракон открыл пасть, и бесчисленные градины полетели в сторону Башиба. Скорость Башиба резко упала, он холодно фыркнул, избегая Цэнье, и использовал свой убийственный ход на поместье морозного дракона. Бум-бум-бум. Поместье морозного дракона продолжало получать удары, его стены трескались, черепица разлеталась. Пока он сопротивлялся, сформировался второй голубой безрогий дракон. Он обернулся вокруг первого, а затем обернулся вокруг всего поместья морозного дракона. В результате защита поместья морозного дракона возросла, а голубой безрогий дракон открыл постели зверг из себя таинственный свет. У этого дома бессмертных Гу есть сила, способная погасить урон от моего убийственного хода. Выражение лица Башиба немного опустилось, он не мог уничтожить этот дом бессмертных Гу за короткое время. Если они продолжат, расширяющееся ночное небо поймает его в ловушку, он должен был отступить и увеличить расстояние. В это время на поле боя появилось здание сметающего ветра. Оно не помогало ни Цинье, ни Лихуану, вместо этого оно прямо вошло в убийственный ход безграничного ветра, достигающего неба. Хороший ветер, хороший ветер, дайте мне немного времени, и я смогу сделать этот ветер своим. Владыка здания сметающего ветра нынешнего поколения громко рассмеялся. Из-за вмешательства здания сметающего ветра безграничный ветер снова начал слабеть. К полю боя присоединялось все больше и больше домов бессмертных Гу, и положение Фан Юяня становилось все более опасным. Держитесь, мы приближаемся. В решающий момент в формации небесного суда образовалась трещина, и оттуда вылетело множество домов бессмертных Гу, среди которых были крошечные бамбуковые здания капель нефрита чистого ветра, храм великого пространства, павильон Бы, неподвижное поместье с южной границы, а также мост отпечатков пальцев, зал демонической обезьяны и здания малого солнца с северной равнины. Благодаря помощи этих семи домов бессмертных Гу давление на Башиба значительно снизилось. Обе стороны вступили в хаотичную битву, дома бессмертных Гу свирепствовали и обменивались убийственными ходами, создавался интенсивный фейерверк ослепительных цветов, и в один момент битва снова зашла в тупик. Внутри формации, Ву Юн и остальные имели мрачные выражения лиц. Хотя они вовремя открыли брешь и послали дома бессмертных Гу, стабилизировав ситуацию снаружи, они также заранее израсходовали свой козырь. Ситуация становилась все более неблагоприятной. Принц Фэн Сянь был проблемой, поле битвы Небесного Суда также было безысходным, все зависело от того, сможет ли сейчас Фан Юань и остальные разрушить формацию. С нашей скоростью шанс на победу становится все меньше. Фан Юань вздохнул и спросил, может ли истинное наследство пяти регионов Таачжу справиться с этой формацией. Когда-то он устроил ловушку на горном хребте пяти регионов, чтобы напасть на губи смертных Южной Границы и Небесного Суда. Во время битвы Ву Юн уничтожил весь горный хребет пяти регионов и случайно пробудил волю Таачжу. У него появился шанс унаследовать истинное наследство пяти регионов. В то время Фан Юань был вынужден отступить, поэтому истинное наследство пяти регионов оказалось в руках губи смертных Южной Границы. Согласно вычислениям Фан Юяня, истинное наследство пяти регионов могло имитировать региональные стены пяти регионов. Внутри региональных стен губи смертные были подавлены, они сталкивались с обратной реакцией, когда использовали любой бессмертный убийственный ход. Будь то дом бессмертных Гу или бессмертная формация, по сути, они были бессмертными убийственными ходами. Фан Юань подумал, что если они смогут использовать методы из истинного наследства пяти регионов против формации Небесного Суда, то это может иметь некоторый эффект. Ву Юн и Чи Цу Ю посмотрели друг на друга. Ву Юн сказал, я получил истинное наследство пяти регионов. В истинном наследстве действительно есть метод создания стен пяти регионов, но, Чи Цу Ю добавил, но этот метод использует земляные вены для создания формации, это очень хлопотно и сложно. Та Чжу смог создать горный хребет пяти регионов, потому что он использовал земную вену и формацию. После того, как Фан Юань покинул поле боя, Ву Юн получил истинное наследство пяти регионов, но обнаружил, что его суть заключалась в формации пяти регионов. Клан Ву не был искусен в пути формации, поэтому Ву Юн работал вместе с Чи Цу Ю, так как последний также узнал о глубине формации пяти регионов. Нам действительно нужна земляная вена для создания формации пяти регионов? Фан Юань глубокомысленно нахмурился. Подожди, я слышал, что не так давно гу бессмертного клана Хауда был дикую земную вену бессмертного гу из земной впадины. Можем ли мы использовать этот гу вместо земляной вены? Услышав это, бессмертные содрогнулись. Ву Юн и Чи Цу Ю посмотрели друг на друга, вздыхая от быстроты мышления Фан Юаня. Чи Цу Ю покачал головой. По правде говоря, я уже получил земную вену бессмертного гу через сделку с кланом Хау. Но чтобы использовать эту земную вену бессмертный гу вместо настоящей земной вены, нам нужно изменить формацию пяти регионов. Я пытался и добился некоторого прогресса, но я все еще далек от успеха. Часто гу бессмертные тратили годы на модификацию одного бессмертного убийственного хода. Несмотря на то, что Чи Цу Ю имел высокий уровень достижений пути формации, его методы пути мудрости были недостаточны, и он не мог быстро прогрессировать. Глаза Фан Юаня мерцали ярким светом. Вероятно, это формация пяти регионов, наш шанс на прорыв. Чи Цу Ю, даже если ты не сможешь сделать это один, со мной и черным пределом есть шанс. Давай попробуем поле битвы благословенной земли непогрешимого. Что они пытаются сделать? Чи Ни и остальные обнаружили нестандартное поведение группы Фан Юаня. Фэн Цзю Г все еще был бледен, он оценил ситуацию и нахмурился. Они действительно создают формацию. Формация внутри формации? Бай Цан Шуй фыркнул. Они просто недооценивают нас. Устроить формацию внутри формации было очень сложно, и эта сложность еще больше возрастала, когда пытались устроить формацию внутри формации противника. В отличие от домов бессмертных Гу, бессмертные формации предъявляли требования к окружающей среде. Окружающие природные знаки ДА оказывали большое влияние на большинство бессмертных формаций. Естественно, сторона Небесного Суда не позволит группе Фан Юаня сделать то, что они хотели. Они немедленно активировали формацию, и волны за волнами атаки устремились к только что созданной базе формации. Много хочешь, с нами вы можете спокойно устанавливать формацию. Ву Юн, Я Хуан и другие охраняли четыре направления вокруг базы формации, блокируя нападение Небесного Суда. Внутри базы Чи Цу Ю, Черный предел и Фан Юань срочно устанавливали формацию. Триста шестьдесят огненных воронов Гу уже расставлены, Черный предел вытер пот со лба. Нам все еще не хватает сорок четыре подошвенных клинка Гу пятого ранга. Когда они прибудут, говорил Чи Цу Ю, связываясь с другими Гу бессмертными, Сокровищница Желтого Неба стала их самой эффективной формой транспортировки товаров. Тело Фан Юаня слегка дрожало, бессмертные Гу в его руки рассыпались вниз, как дождь, вызывая звуки брызг. Через несколько вдохов он выпустил глоток воздуха и остановил свои движения. Мгновенная цепь бессмертной Гу шестого ранга была установлена правильно. Чи Цу Ю и Черный предел бросили на него быстрый взгляд, размышляя. Невероятно! Уровни достижений пути мудрости и пути формации Фан Юаня настолько высоки. Он не только вывел совершенно новую формацию пяти регионов за такой короткий промежуток времени, он также устанавливает бессмертную формацию такими плавными движениями. Уровень достижений пути формации Фан Юаня был на уровне Гроссмейстера, что было ниже, чем у Чи Цу Ю и Черного предела, но у него было много опыта в создании формаций. Формация самоочищения, древняя боевая формация, всенаправленные путешествия, бессмертная формация пути пищи моря Чешо и Дракона, формация связующих нитей, формация ловли незапамятного зверя года, формация выброса наводнения, формация запечатывания небес собственной волей, бассейн сущности года и так далее были созданы им лично. Таким образом, хотя он впервые устанавливал формацию пяти регионов, он не был перегружен, а работал с большим мастерством. Если бы мне пришлось создавать формацию в одиночку, это заняло бы много времени. Но с помощью Чи Цу Ю и Черного предела мы сможем быстро установить формацию пяти регионов. Мы должны быстро все закончить. Фан Юань был полностью сосредоточен и использовал каждую секунду. Поле битвы Небесного Суда, Ли Хуан, Циньи и другие уже достигли благословенной земли непогрешимого. Безграничный ветер Вуюна подавлен зданием сметающего ветра. Личность принца Фэн Синя не была раскрыта. Но я не понимаю намерений группы Фан Юяня в попытке создать формацию внутри формации. Кроме того, наше подкрепление вот-вот достигнет пещеры скрытого дракона. Фи Цзы Вэй доложила ситуацию герцогу Луну. Герцог Лун ответил, сражаясь. Хотя в настоящее время личность принца Фэн Синя не раскрыта, мы не можем исключить того, что Фан Юань знает об этом, но молчит. Ты должна обратить внимание на этот момент, пусть Чиньи и остальные примут к сведению ситуацию и будут готовы, в любой момент, помочь принцу Фэн Синю. Фи Цзы Вэй, да. Зная, что ситуация все еще находится в их руках, герцог Лун снова сосредоточился на семи пределов опустошения. Время пришло. Герцог Лун сжал лапы, ощущая огромную силу внутри своего тела. Бессмертный убийственный ход, последний бой небесного дракона. После использования этого убийственного хода его жизненная сила могла только уменьшиться и не могла быть увеличена. В то же время с течением времени сила герцога Луна увеличивалась. За короткий промежуток времени боевая сила герцога Луна снова взлетела и достигла потрясающего уровня. Рев. Раздался рев дракона, и из него вырвалась пурпурно-золотая ци в форме дракона. Бум. Семь пределов опустошений просто не успели среагировать, они лишь увидели, как герцог Лун внезапно исчез в воздухе, а затем улетел прочь, как метеор, подхваченный безграничной силой. Семь пределов опустошения были отправлены в полет и с силой врезались в стену ци, бесчисленные трещины появились на теле гиганта. Проклятие, его скорость снова увеличилась. Все наши следственные убийственные ходы блокируются герцогом Луном, мы просто не в состоянии уловить его след. Мы попадем в пассивное состояние, если так будет продолжаться. Если так будет продолжаться и дальше, боевая сила герцога Луна начнет полностью подавлять нас. В таком случае, давайте использовать нападение как защиту, мы сможем поразить герцога Луна, если будем атаковать своими убийственными ходами во всех направлениях. Семь бессмертных большой медведицы быстро переговорили, гигант семи пределов опустошения поднялся и собирался снова выйти на поле боя. Герцог Лун внезапно появился над гигантом. Все еще хочешь встать? Герцог Лун свирепо улыбнулся и ударил правой драконьей лапой вниз, бум. Драконья лапа была крошечной, как муравей, по сравнению с гигантом семи пределов опустошения, но она нанесла гиганту огромную травму. В результате воздушных потоков голова гиганта семи пределов опустошения была разбита в фарш. Безголовый гигант упал на землю, образовав кратер в форме человека. Пыли камни разлетались в разные стороны, а окрестности сотрясались. Ах! Герцог Лун медленно втянул свою клешню, зависнув в воздухе, и издал довольное ворчание. Новая сила снова распространилась по всему телу герцога Луна, его мышцы снова увеличились, а кости быстро росли. Его драконья чешуя становилась все больше и жестче, его похожие на корону драконьи рога становились все более свирепыми, повсюду торчали шипы. Все тело герцога Луна, которое уже превышало рост обычных людей, снова увеличилось. Потолок соломенной хижины мог бы доходить ему разве что до пояса. Если раньше его длинные фиолетовые волосы были мягкими и элегантными, то теперь каждая прядь была густой и сильной и доходила до самых ног. Фиолетово-золотые молнии мерцали между его волосами. Его драконий хвост стал еще длиннее. Если раньше он был меньше 10 футов 3 м, то теперь его длина составляла десятки футов. Герцог Лун, иди и умри. Восьмой ранг Северной Равнины внезапно появился позади герцога Луна. Он был полон решимости добиться успеха, обрушив на спину герцога Луна убийственный ход, который он долго готовил. Взмах. В одно мгновение драконий хвост герцога Луна взметнулся и отправил в полет гу бессмертного восьмого ранга. Гу. Гу бессмертный с Северных Равнин выкошлял полный рот крови, его позвоночник был мгновенно сломан, а органы смещены. Самым смертельным был удар его собственного бессмертного убийственного хода, который отправил его на грань смерти. В следующий момент три гу бессмертных Северной Равнины сделали свой ход одновременно, три убийственных хода последовательно поразили герцога Луна. Мы попали в него. Но радость на лицах этих трех гу бессмертных Северной Равнины тут же замерла. Когда пыль рассеялась, стало видно, что герцог Лун стоит прямо. Фиолетово-золотая драконья чешуя, мерцающая металлическим блеском, покрывала все его тело. Не было даже шрама. Что? Мы уже все рассчитали. Наши три убийственных хода скоординировались друг с другом и увеличили силу друг друга. Что это за защита? Три гу бессмертных Северной Равнины были потрясены, они почувствовали беспокойство и немедленно отступили. Вы почесали мне спину? Герцог Лун медленно повернулся, его невыразительные драконьи глаза уставились на трех отступающих гу бессмертных. Три гу бессмертных сразу же почувствовали тревогу в своем разуме, интенсивное чувство опасности душило их, как будто гора давила на них. Герцог Лун, не пытайся уйти, мы твои противники. Гигант Семи Пределов Опустошения получил короткую передышку и снова встал. Их разбитая голова уже почти восстановилась. Хэмпев, семь бессмертных Большой Медведицы, вы больше не в состоянии препятствовать мне. Герцог Лун усмехнулся, бросив безразличный взгляд на Семь Пределов Опустошения, а затем перевел взгляд на Алтарь Бедствия и Удачи. Убийственный ход зов древних, преподобного демона Красного Лотоса зависел от Алтаря Бедствия и Удачи. Если Алтарь Бедствия и Удачи подвергнется бомбардировке и получит определенный урон, то зов древних будет уничтожен. Без вмешательства этих бывших экспертов Северных Равнин члена Небесного Суда сразу же получит преимущество в численности, и у Небес долголетия больше не будет сил для ответного удара. На лбу Бин Сай Чуэна, находившегося внутри Алтаря Бедствия и Удачи, выступил под проклятие, судьба Гуснова немного восстановилась, эксперты Северных Равнин из Зова Древних сильно ослабли. Напротив, члены Небесного Суда усиливаются благодаря убийственному ходу пути человека. Самое главное, что герцога Луна невозможно остановить, его боевая мощь уже значительно превысила восьмой ранг, даже убийственный ход пути человека не имеет на него усиливающего эффекта. Пока Бин Сай Чуэн размышлял, герцог Лун снова обрушился на семь пределов опустошения. Избавившись от помехи, герцог Лун сразу же направился к Алтарю Бедствия и Удачи. Хав тяжело выдохнул Бин Сай Чуэн, в его глазах засиял решительный свет. Это наша последняя попытка. Бум! Внезапно Алтарь Бедствия и Удачи вспыхнул чрезвычайно интенсивным светом, напоминающим солнечный. У всех Гу Бессмертных не было выбора, кроме как закрыть глаза. Даже герцогу Луну пришлось прищурить глаза. Он был озадачен. Бин Сай Чуэн так интенсивно активирует способность Алтаря Бедствия и Удачи. Неужели он не боится воздействовать на Зов Древних? Зов Древних был прикреплен только к Алтарю Бедствия и Удачи. Сейчас убийственный ход и Алтарь Бедствия и Удачи вступали в конфликт друг с другом. Алтарь Бедствия и Удачи не использовал свои мощные способности, чтобы поддерживать Зов Древних. Поэтому было удивительно увидеть, как Бин Сай Чуэн внезапно активировал его способность. Интенсивный свет Пути Удачи на время заслонил всех. В этом свете Алтарь Бедствия и Удачи был похож на Зверя, выпущенного из клетки. Он яростно рванулся к формации Пути Усовершенствования. «Быстро остановите его!» Кричала фея отзывы. «Хэм?» К своему удивлению, Герцог Лун обнаружил, что Зов Древних все еще работает. Призрачный образ Реки Времени уже отпечатался на поле боя. Хотя он и рассеивался, скорость его рассеивания была крайне медленная и явно могла продлиться долгое время. «Красный лотос» Тут же Герцог Лун был удивлен и взбешен. Он понял, что попался на уловку преподобного демона Красного Лотоса. Его понимание Зова Древних пришло из другой половины его набора убийственного хода поддержки будущих. Тогда, в битве с Красным Лотосом, он много раз атаковал Красного Лотоса и нарушил поддержку будущих. «Учитель, вы очень проницательны, вы действительно увидели недостаток этого хода». В его воспоминаниях преподобный демон Красного Лотоса истекал кровью, но на его лице все еще была улыбка, а в глазах сияние. «Этот дерзкий ученик, он сказал это намеренно. Еще и этот Бин Сай Чуань, он действительно хитрый, он мог свободно двигаться, но специально сдерживал себя. Герцог Лун был в ярости, все произошло слишком неожиданно и застало его врасплох. Алтарь Бедствия и Удачи уже давно подготовил этот ход, поэтому он вспыхнул с шокирующей силой. Члены Небесного Суда были усилены героями среди людей и подавляли бессмертных Северной Равнины, не подозревая, что плотная линия обороны рассеялась. Глядя на атаку Алтаря Бедствия и Удачи, несколько членов Небесного Суда, не уклоняясь, активировали бессмертные убийственные ходы. Но под интенсивным светом Пути Удачи большинство их убийственных ходов потерпели неудачу и они пострадали от мощной обратной реакции. Лишь несколько убийственных ходов успешно активировались и ударили по Алтарю Бедствия и Удачи, но не смогли даже сдвинуть Алтарь Бедствия и Удачи. Алтарь Бедствия и Удачи продолжал двигаться прямо, тяжело ранив несколько губи Смертных Небесного Суда на своем пути, он столкнулся с формацией Пути Усовершенствования, подобно падающему метеору. Бум! Формация Пути Усовершенствования получила серьезные повреждения и была разбита в дребезги. Вершина Башни Небесного Надзора наконец-то была открыта для всеобщего обозрения взрыв. Юань Цунду, отвечавший за восстановительные работы, потерял сознание и упал на землю. До этого он уже был ранен, а после повреждения формации Пути Усовершенствования сразу потерял сознание. Без него, даже несмотря на то, что знаки до успеха все еще пребывали небольшими порциями, восстановление судьбы Гу было немедленно приостановлено. Пострадал даже Цуньянь. Этот Гу Бессмертный 8-го ранга сотрудничал с ЧВМ для защиты от бычьего демона и гроссмейстера Пяти Элементов Северных Равнин. Цуньянь был на готове, когда бычий демон и гроссмейстер Пяти Элементов атаковали формацию Пути Усовершенствования, он своим телом принял ущерб, нанесенный формацией Пути Усовершенствования. Теперь, когда Алтарь Бедствия и Удачи уничтожил большую часть формации Пути Усовершенствования, Цуньянь также должен был выдержать огромную часть урона. У Цуньяня кружилась голова, в ушах стоял гул, из семи отверстий текла кровь, он почти рухнул на землю. К счастью, ЧВ оказал своевременную помощь и защитил его. Как твое состояние? ЧВ защищался от совместных атак бычьего демона и гроссмейстера Пяти Элементов, одновременно спрашивая, «Я все еще, все еще не умер». Цуньянь выкошлял полный рот крови. «Быстрее идите и поддержите их. Кто может восстановить формацию Пути Усовершенствования?» Юань Цунду занимался восстановлением судьбы Гу, другие не смогут продолжить работу в течение короткого периода времени, поэтому лучше сначала разбудить его. Свет Пути Удачи начал рассеиваться, бессмертные Небесного Суда устремились к нему, словно обезумев. Мы не смогли уничтожить ее полностью. Внутри Алтаря Бедствия и Удачи взгляд Бин Сайчуана холодно блестел. Его взгляд изменился, и он тут же отдал твердый приказ. «Бычий демон, гроссмейстер Пяти Элементов, немедленно возвращайтесь». Свет Пути Удачи не мог длиться долго и быстро рассеивался. Бессмертные Небесного Суда устремились к ним, для бычьего демона и гроссмейстера Пяти Элементов было бы опасно оставаться снаружи. Ранее губи смертные Небесного Суда боялись, что формация пути усовершенствования не сможет выдержать большое количество губи смертных, и поэтому не поддерживали Цуньяня и Чевая. «Бычий демон» и гроссмейстер Пяти Элементов поняли ситуацию и быстро отступили к Алтарю Бедствия и Удачи. Чевый был беспомощен и мог только наблюдать. «Бычий демон» вошел в Алтарь Бедствия и Удачи с обеспокоенным выражением лица. «Цветочная леди все еще в ловушке в башне Небесного Надзора, ситуация там неизвестна». Бин Сай Чуань кивнул, его выражение лица было решительным. «Мы полностью уничтожим эту формацию пути усовершенствования, а затем спасем». Бин Сай Чуань не успел закончить говорить, как Алтарь Бедствия и Удачи сильно затрясся. Трое внутри Алтаря не смогли устоять на ногах и пошатнулись вместе с Алтарем. Гигантская фигура безжалостно наступила на Алтарь Бедствия и Удачи. Из-за этого действия большая часть Алтаря Бедствия и Удачи просела и оказалась погребенной под землей. «Это был герцог Лун. Со мной здесь это максимум, что ты сможешь сделать». Выражение лица герцога Луна было серьезным, его взгляд был холодным. Гнев, который он испытывал ранее, полностью превратился в безжалостность. Его убийственное намерение пронизывало воздух и душило других. Бум-бум-бум. Герцог Лун начал наносить удары по Алтарю Бедствия и Удачи. Поток кулаков обрушился на Алтарь Бедствия и Удачи, словно ураган. Алтарь Бедствия и Удачи бесконечно сотрясался, погружаясь в землю дюйм за дюймом. На поверхности Алтаря Бедствия и Удачи быстро появились трещины, которые начали расширяться и образовали дыры. Большое количество червей Гу погибло. Бин Сай Чуан немедленно распределил обязанности. Он начал готовить убийственный ход для ответного удара. Бычий демон был назначен ответственным за ремонт Алтаря Бедствия и Удачи. А Гроссмейстеру Пяти Элементов, который специализировался на пути формации, была поручена работа по вычислению полуразрушенной формации пути усовершенствования. Скорость разрушения слишком высока. У меня вообще не остается времени на ремонт Алтаря Бедствия и Удачи. Через несколько вдохов Бычий демон закричал. Голова Гроссмейстера Пяти Элементов была мокрой от пота, когда он пытался всеми силами вычислить формацию. Бин Сай Чуань сказал сквозь стиснутые зубы. Настойчивый. Герцог Лун был чрезвычайно силен. Алтарь Бедствия и Удачи Дом Бессмертных Гу Восьмого Ранга, созданный лично преподобным Бессмертным Гигантским Солнцем, уже не мог выдержать бесконечных ударов герцога Луна. «Поднимайся!» — крикнул Бин Сай Чуань, и Алтарь Бедствия и Удачи снова вспыхнул пронзительным светом, взлетая к небу. Герцог Лун, который непрерывно наносил удары, почувствовал мощную силу, исходящую от Алтаря Бедствия и Удачи. «Падай!» — крикнул Герцог Лун, поднял кулаки над головой и обрушил их вниз, как огромный молот. Бессмертный убийственный ход, молот Дракона Сотрясающий Мир, с громким взрывом Алтарь Бедствия и Удачи, который только что поднялся, рухнул вниз, как мяч. Огромное количество червей Гу погибло, их туши разлетелись во все стороны. На поверхности Алтаря Бедствия и Удачи образовалась большая дыра, из которой можно было увидеть Бин Сай Чуаня. Бин Сай Чуан не мог скрыть своего потрясения. Сила Герцога Луна уже превзошла его самые смелые представления. Даже члены Небесного Суда были ошеломлены. Всем приготовиться. В этот момент Гу Бессмертные Северные Равнины, которые были созданы зовом древних, бросились на подмогу. Гу Бессмертные Небесного Суда не стали уклоняться или уходить, встретив Гу Бессмертных Северные Равнины лоб в лоб. Снова разразилась хаотичная битва. И в тылу этой хаотической битвы Герцог Лун непрерывно атаковал Алтарь Бедствия и Удачи. Позади Герцога Луна находилась формация пути усовершенствования, которую успешно ремонтировали. Семь пределов опустошения сражались и убивали, в итоге проложив кровавую дорогу к Герцогу Луну. Алтарь Бедствия и Удачи не может самостоятельно защититься от Герцога Луна. Бин Сай Чуань был вынужден признать этот факт. Получив поддержку от Семи Пределов Опустошения, Бин Сай Чуань наконец-то получил возможность передохнуть. С некоторым трудом он управлял Алтарем Бедствия и Удачи и сражался с Герцогом Луном вместе с Семью Пределами Опустошения. Бессмертный убийственный ход, спиральный драконий клык. Герцог Лун открыл рот, и из него вылетели зубы. Сотня острых зубов расширилась вместе с ветром, превратившись в группу белоснежных драконьих клыков, которые вонзились в Алтарь Бедствия и Удачи. Чинг-чинг-чинг. Клинки драконьих клыков ударили по Алтарю Бедствия и Удачи и издали интенсивный звук, похожий на столкновение сотен видов оружия. Алтарь Бедствия и Удачи был похож на хижину в урагане, не в силах даже ответить. Герцог Луну смехнулся. За короткое мгновение в его рту снова выросли зубы. Они снова вылетели наружу, превратившись в белоснежные лезвия, которые накрыли Алтарь Бедствия и Удачи и Семь Пределов Опустошения. Вскоре Семь Пределов Опустошения получили серьезные повреждения, а Алтарь Бедствия и Удачи был весь в дырах. Бессмертный Убийственный Ход – удар драконьим когтем. Бессмертный Убийственный Ход – драконь и кулак хаоса. Тени от кулаков разлетелись во все стороны, и повсюду появились следы когтей. Голова Семи Пределов Опустошения разрушалась снова и снова, а Алтарь Бедствия и Удачи лежал в руинах, и бычий демон был просто не в состоянии его восстановить. Бессмертный Убийственный Ход – защита девяти драконов. Девять огромных пурпурно-золотых драконьих теней обвились вокруг Герцога Луна. Не то чтобы Семь Пределов Опустошения и Алтарь Бедствия и Удачи не предпринимали ответных действий, но все их атаки были блокированы защитой девяти драконов. Ситуация была очевидна – Герцог Лун имел чрезвычайно большое превосходство. Время шло, и сторона Небес долголетия несомненно должна была потерпеть поражение. «У вас хватило смелости вторгнуться в мой Небесный Суд, за это вы заплатите своими жизнями». Герцог Лун фыркнул, «Почему вы все еще сопротивляетесь? У вас не осталось никакой надежды». Герцог Лун сделал шаг и активировал убийственный ход, вдавив в землю весь Алтарь Бедствия и Удачи, затем он ударил обеими руками и отправил Семь Пределов Опустошения в далекий полет. «Я уже сказал вам, что вы уже зашли так далеко, насколько это возможно. Вы все потерпите неудачу, Небесный Суд останется непобедимым навеки вечные. Голос Герцога Луна разнесся по всему полю боя, будоража сердца всех присутствующих. Какие методы у вас еще есть? Используйте их все, и я лично отправлю вас в бездну отчаяния». Он говорил медленно и уверенно, от его невыразительных драконьих глаз и жестокого голоса по коже пробегали мурашки. Бин Сай Чуань находился в жалком состоянии, Алтарь Бедствия и Удачи больше не мог обеспечить комплексную защиту, он был полон ран. Это был результат спиралевидных драконьих клыков. Ситуация становилась все более опасной, но свет в его глазах не угасал. Он все еще не терял надежды. В глубине его сознания было воспоминание, которое он никогда не забудет. «Это здание 88 истинных ян? Так удивительно. Оно действительно достойно быть творением господина». Бин Сай Чуань стоял рядом с преподобным Бессмертным Гигантским Солнцем и говорил с благоговением. Преподобный Бессмертный Гигантское Солнце улыбнулся, у него было довольное выражение лица. «С этим домом Бессмертных Гу все мои дети станут сильными. Господин, вы действительно внимательны», — похвалил Бин Сай Чуань. «Однако, преподобный Бессмертный Гигантское Солнце изменил свой тон. Я чувствую большее предвкушение того времени, когда он разрушится. Че, что? Я создал это здание, чтобы однажды оно рухнуло. Бин Сай Чуань, ты, Гу Бессмертный Пути Времени, отправляйся в спячку. Когда в будущем здание 88 истинных ян рухнет, это будет знаком того, что появилась возможность напасть на Небесный Суд. Внутри алтаря бедствия и удачи. «Даже если мои раны будут смертельными, даже если ситуация будет безвыходной, даже если мы используем все наши козыри, я не сдамся. Потому что этот план предка Гигантского Солнца. А Небесный Суд, победителем будем мы», — воскликнул Бин Сай Чуань. Слепая уверенность. Герцог Лун презрительно усмехнулся. «Ты только продлишь свои страдания, если будешь продолжать упорствовать». Бин Сай Чуань фыркнул. «Вам никогда не понять величие этого человека, неподалеку. Взмах, продлевающий жизнь хорек с собачьим хвостом ма лицу, внезапно превратился в дым и исчез с места событий. Мы наконец-то избавились от убийственного хода идеальной пары. Он действительно достоин быть творением преподобного демона воровского неба. К счастью, это Небесный Суд. С четырьмя губи смертными пути правил и с подробной информацией о идеальной паре в наших записях, мы смогли ее разгадать. Если бы это была обычная ситуация, это было бы очень сложно. Продлевающий жизнь хорек с собачьим хвостом вступил в ожесточенную схватку с двумя легендарными незапамятными опустошающими зверями Небесного Суда, Жуань Даним и 95-м Шаби. Благодаря идеальной паре, продлевающей жизнь хорек с собачьим хвостом, и его клон смогли подавить их. Но когда члены Небесного Суда проснулись, многие люди стали нацеливаться на совершенную пару и, наконец, смогли сломать ее. Попробуй снова вести себя дико. Маленькая псина, ты набрасывался на меня столько раз, что у меня все перья выщипаны. Жуань Даним и 95-й Шаби, а также несколько губи смертных Небесного Суда окружили ма лицу. Ма лицу мог обладать выдающейся силой, но, попав в такую ситуацию, он был не в состоянии бороться с таким количеством людей и вскоре был весь изранен, из него быстро вытекала кровь. Но Жуань Даним и 95-й Шаби тоже были не в лучшем состоянии. Контратака ма лицу была направлена специально на них. Хотя травмы ма лицу продолжали увеличиваться, и он становился все более слабым, в то время как доминирование Небесного Суда усиливалось, Жуань Дан и 95-й Шаби все еще были потрясены и озадачены. Этот безумец не боится смерти. Даже если он умрет, он, вероятно, откусит кусок моей плоти во время своей последней атаки. Два легендарных незапамятных опустошающих зверя Небесного Суда не могли не чувствовать опасения, один из них крикнул. Ма лицу, зачем ты тратишь свою жизнь ради преподобного бессмертного гигантского солнца? Он вырастил тебя из-за твоих врожденных способностей и хотел убить тебя, чтобы продлить свою жизнь. Ма лицу стоял в луже крови, его раны были ужасающими, многие из них были настолько глубокими, что были видны кости. Его блестящая шерсть слиплась от крови, его глаза потемнели, а тело тряслось, как будто в следующий момент он мог рухнуть. Он знал о состоянии своего тела, скорее всего, он умрет здесь. И что с того? Ма лицу издал беззвучный смех, открыв рот. В голове всплыло воспоминание. Под заходящим солнцем на горе Ма лицу свернулся калачиком, как щенок у ног преподобного бессмертного гигантского солнца. Преподобный бессмертный гигантское солнце гладил его по голове, но он дрожал. Он уже слышал о плане преподобного бессмертного гигантского солнца, и теперь, когда преподобный бессмертный гигантское солнце был близок к концу своей жизни и позвал его, он, вероятно, хотел убить его, чтобы продлить свою жизнь. Но Ма лицу не смел сопротивляться, было ясно, что даже если бы он обладал боевой силой пика восьмого ранга, он не сравнится с преподобным бессмертным гигантским солнцем. Преподобному бессмертному гигантскому солнцу не нужно было даже атаковать, чтобы он умер. Не бойся, Ма лицу. Я не стану убивать тебя, чтобы продлить свою жизнь. Преподобный бессмертный гигантское солнце усмехнулся. Тело Ма лицу напряглось. Преподобный бессмертный гигантское солнце смотрел на вечернее небо, которое было ослепительным, как огонь. Я все еще помню первый день, когда я взял тебя в дом, хе-хе, как летит время, ты уже настолько вырос. Я говорю от чистого сердца, ты тоже мой ребенок, чем ты отличаешься от моих сыновей и дочерей. Разве я, как родитель, могу причинить вред своим детям? Ма лицу знал темперамент преподобного бессмертного гигантского солнца, он не стал бы лгать, потому что в этом не было необходимости. Ма лицу в оцепенении спросил. Но хозяин, ты можешь продлить свою жизнь, убив меня. Продлить мою жизнь? Преподобный бессмертный гигантское солнце рассмеялся. Я только оттяну неизбежное. В конце концов, люди умирают, разве не так? Он покачал головой. Какой смысл продолжать жить, подчиняясь судьбе? Смерть не так сложно принять. Более того, детям суждено покинуть своих родителей, и только тогда они смогут по-настоящему повзрослеть. Хозяин, обещай мне, ты должен продолжать жить достойно. Делай, что хочешь, я не буду тебе приказывать, будь самим собой и живи счастливо. Хозяин. Воспоминание улетучилось, когда Ма лицу посмотрел на окружающих врагов. Он поднял голову и дико рассмеялся, его аура внезапно стала стремительной. Хозяин, даже если я умру, я отплачу за то, что ты вырастил меня. Он уже умирает. Верно, он просто перенапрягается. Но будьте осторожны с его последней контратакой. Бессмертные небесного суда с холодным выражением лица окружили его. Черные небеса. Небесный дворец подавления удачи. Бессмертный зомби гигантское солнце сидел, скрестив ноги, не двигаясь, словно статуя. Он смотрел в сторону юга. В его глазах отражались сцены битвы в небесном суде. Его лицо не выражало ни печали, ни радости, когда он медленно поднял ладонь поле битвы благословенной земли непогрешимого. 9-9 последовательных непрерывных формаций. Их формация. Наша сторона страдает от сильного отпора. Первая группа. Вернитесь и восстановите силы. Вторая группа. Замените первую группу. Третья группа. Будьте на готове. Ченни и Бай Цаншуй контролировали формацию, приказывая Гу бессмертным центрального континента. Кто бы мог подумать, что у них будет такой странный ход. Фэнцзюга слегка нахмурился, глядя на формацию пяти регионов внутри формации. Это хлопотно. Если мы не справимся с ней, то 9-9 последовательных непрерывных формаций могут. У Фэнцзюга было плохое предчувствие. Формация пяти регионов постоянно распространяла пятицветный дым в окружающее пространство под контролем Чи Цу Ю. Дым постоянно распространялся, становясь все более прозрачным, по мере того, как он вторгался в 9-9 последовательных непрерывных формаций. Хорошо, так держать. Остальные должны нацелиться на формацию и заставить Гу бессмертных центрального континента почаще использовать ее. Чем чаще они будут ее использовать, тем сильнее будет обратная реакция. Ха-ха-ха, чем сильнее это 9-9 последовательных непрерывных формаций, тем больше травм получат Гу бессмертные. Это действительно чудесно. Боевой дух бессмертных Южного Альянса и Северных Равнин взлетел вверх. Они изменили тактику боя. Они уже видели эту формацию насквозь и могли четко нацелиться на изъяны, чтобы разрушить ее. Но сейчас они не спешили это делать. Дым пяти регионов постоянно распространялся, и они использовали его, чтобы справиться с Гу бессмертными центрального континента, которые находились внутри формации. В некотором смысле, 9-9 последовательных непрерывных формаций стали сильным оружием для группы Фан Юяня, чтобы атаковать экспертов центрального континента и Небесного Суда. Как мы должны с этим справиться? Пошлем ли мы людей, чтобы уничтожить их формацию? Бай Цан Шуй посмотрел на Чини. Лидером этой группы был Чини. Чини выглядел неприглядно и сказал. Должно быть, эта формация произошла из истинного наследования пяти регионов. Это метод Та Чжу из южной границы. Небесный суд вмешался в битву на горном хребте пяти регионов. В той битве Цзюньшэнь Гуан был захвачен живым Фан Юяним. Таким образом, Небесный суд знал подробную информацию об истинном наследстве Та Чжу и битве на горном хребте пяти регионов. Та Чжу мог создать горный хребет пяти регионов, так что этот пятицветный дым, пронизывающий формацию, явно имитирует стены пяти регионов и заставляет нашу сторону страдать от обратной реакции. Тон Чини был довольно горьким. 9.9 последовательных непрерывных формаций. Это многослойная формация, мы можем легко избавиться или добавить под формацию и, следовательно, поддерживать ее бесконечно. В прошлом, преподобный демон Безграничный был вынужден сломать сотню формаций, чтобы выбраться из этой формации. Но метод Та Чжу позволяет обойти 9.9 последовательных непрерывных формаций и нацеливается на наших губи смертных. Они не только избегают формации, но чем сильнее наша формация, тем сильнее ответный удар по губи смертным, отвечающим за формацию. Если мы активируем формацию, чтобы справиться с вражеской формацией, мы попадем в ловушку врага, мы не можем этого сделать. Но если мы временно остановим формацию и пошлем наших людей за пределы формации, мы откажемся от нашего преимущества и будем сражаться в условиях ослабления. Кроме того, среди врагов есть такие безжалостные люди, как Ву Юн и Фан Юань, поэтому губи смертных, которых мы отправим, окажутся в большой опасности. Чини был поражен, прощай друг Ветер Ву Юна и был спасен Фэн Цзюге, он все еще чувствовал томительный страх. Более того, у них было только 3 восьмых ранга Чини, Бай Цан Шу и Фэн Цзюге. Кроме того, все они были ранены и не подходили для отправки в бой. Чини глубоко вздохнул, анализируя ситуацию. Кто бы мог подумать, что 9.9 последовательных непрерывных формаций будут контратакованы противником. Та Чжу был всего лишь обычным губи смертным восьмого ранга, которого нельзя было даже упоминать в одном ряду с Ву Юном и Фан Юаньем, в то время как 9.9 последовательных непрерывных формаций были созданы известной и могущественной преподобной бессмертной звездным созвездием. Истинное наследство пяти регионов смогло противостоять 9.9 последовательным непрерывным формациям, это была слава Та Чжу. Пока Та Чжу был жив, он не был выдающимся среди губи смертных восьмого ранга или даже отдаленно знаменитым, он лишь создал горный хребет пяти регионов. Никто не ожидал, что его исследования действительно увенчаются успехом. После этой битвы имя Та Чжу распространится по всему миру, несмотря на то, что он уже давно был мертв. Каждое поколение рождает новых гениев, и каждый из них будет править своей областью долгие годы. Подобно тому, как во время битвы при Небесном Суде был отражен убийственный ход идеальная пара преподобного демона Воровского Неба, 9.9 последовательных непрерывных формаций преподобной бессмертной звездного созвездия также были отражены гениями будущих поколений. Преподобное бессмертное звездное созвездие и преподобный демон Воровское Небо умерли слишком давно, в то время как эпохи продолжали прогрессировать. Их методы были мощными, но они не могли избежать испытаний времени, которое непрерывно течет. Удалите эту подформацию. Решительно приказал Ченни. Гу бессмертные рядом с ним были шокированы. Ченни действительно послал команду на удаление формации. Неужели он растерялся? Но вскоре после этого Фэнцзюга первым отреагировал. Его глаза ярко блестели, когда он похвалил. Отличная идея. Они действительно убрали формацию, ха-ха-ха. Внутри формации пяти регионов некоторые гу бессмертные северные равнины начали искренне смеяться над этим зрелищем. Однако Уву Юна и Фан Юяня были слегка опечаленные лица. Это нехорошо, Ченни действительно хитер. Если мы окажемся внутри их формации, то пятицветный дым сможет проникнуть быстрее и глубже. Теперь, когда они убрали подформацию, ее эффективность сильно снизится. Действительно, на поле боя Небесного Суда, небеса долголетия больше не могут держаться, и Небесный Суд прочно занимает превосходство. Ченни, вероятно, учел это, поэтому он выбрал тактику затягивания. Группа Фан Юяня была бы счастлива, если бы Ченни активировал 9-9 последовательных непрерывных формаций или послал людей атаковать их формацию. Но сейчас Ченни взял на себя инициативу по удалению подформации, решив пассивно защищаться. Вторжение пятицветного дыма сильно замедлилось. Бессмертные центрального континента только поддерживали формацию и не активировали ее, поэтому они страдали от более слабой обратной реакции. Напротив, Ченни все еще находился за формацией, продолжая расставлять бессмертные формации. В результате группе Фан Юяня потребуется еще больше времени, чтобы уничтожить эту 9-9 последовательных непрерывных формаций. Самым важным было то, что группа Фан Юяня должна была сражаться за каждую секунду, нельзя было медлить ни на мгновение. Как только Небесный Суд уничтожит силы не без долголетия, они бросятся сюда, чтобы разобраться с группой Фан Юяня. Ченни был очень спокоен благодаря своему глубокому опыту. Он намеренно отступил, это был лишь небольшой шаг назад в общей картине, но вместо этого он стал еще более ужасающим наступательным движением. Он прямо заставил группу Фан Юяня приблизиться к краю обрыва. Если бы я знал это, я бы заставил духа формации и флаг формации бессмертного Гу присоединиться к формации пяти регионов. Тогда бы формация пяти регионов была бы мобильной и не стояла бы на одном месте. Фан Юянь мысленно вздохнул. Это была не его ошибка, и не то, чтобы он не хотел вносить свой вклад. Если бы дух формации и флаг формации бессмертный Гу присоединились к формации пяти регионов, количество вещей, которые нужно было бы вывести, резко возросло бы и это отняло бы много времени у Фан Юяня. На самом деле, даже если бы формацию пяти регионов удалось переместить, группа Фан Юяня все равно не смогла бы разрешить текущий кризис. Чини взял на себя инициативу по рассеиванию подформации и отступил в оборонительную позицию. Теперь формация пяти регионов внутри подформации была раскрыта. За пределами девяти девяти последовательных непрерывных формаций уже шла хаотичная битва. Четыре Гу бессмертных восьмого ранга, Цинье, Лихуан, принц Фэнсяни Башиба, вели ожесточенную схватку. Крошечное бамбуковое здание капель нефрита чистого ветра, поместье морозного дракона, здание сметающего ветра и другие дома бессмертных губ ушевали на поле боя, время от времени сталкиваясь друг с другом или извергая бессмертные убийственные ходы, ослепительные огни и взрывы раздавались повсюду. Нехорошо, безграничный ветер выходит из-под моего контроля. Выражение Ву Юна изменилось. Ранее он находился внутри формации и не ощущал ее. Теперь, когда Ченни убрал формацию, Ву Юн явно почувствовал что-то неладное. Без промедления Ву Юн вылетел из формации пяти регионов и набросился на здание сметающего ветра. Я Хуан, небесный владыка Байцзу и другие также сделали свой ход. Благодаря их поддержке, Лихуан, Цинье и другие почувствовали огромное давление. Им приходилось отступать снова и снова, и вскоре они вместе с домами бессмертных гу центрального континента были подавлены. Фан Юян тихонько отошел в сторону, а затем внезапно применил призрачную руку великого вора. Дома бессмертных гу центрального континента моментально столкнулись с катастрофой, так как Фан Юян украл большое количество червей гу. Фан Юян хватался несколько раз и вскоре получил три бессмертных гу. Если прибавить к этому результаты битвы в императорском городе, то он уже украл более десяти бессмертных гу из домов бессмертных гу центрального континента. Что касается этих бессмертных гу, то Фан Юян узнал некоторых из них, а некоторых не узнал. Его клон пути времени оставался внутри света мудрости, непрерывно вычисляя, как можно использовать этих червей гу. Видя, что ситуация складывается неудачно, Ли Хуян оторвался от принца Фэн Сеня и поспешил сразиться с Фан Юянем. Снова разыгралась предыдущая сцена из императорского города. Фан Юянь был связан Ли Хуаном и не мог так просто напасть на дома бессмертных гу. Хмпф этот принц Фэн Сянь ведет себя так хорошо, намеренно отпустив Ли Хуяна без лишнего шума. Фан Юянь мысленно фыркнул. Принц Фэн Сянь был проблемой, но еще больше проблем Фан Юяню доставлял убийственный ход небесного суда 9 ранга «Герои среди людей». Благодаря усилению от героев среди людей сила Ли Хуяна, Циньи, а также домов бессмертных гу центрального континента увеличилась в несколько раз. Таким образом они смогли блокировать совместное наступление южной границы и северной равнины. У нас нет времени на продолжение хаотичной битвы. «Давайте отступим к формации!» – воскликнул Фан Юянь. Ву Юн и остальные медленно отошли назад и собрали свои дома бессмертных гу, после чего отступили к формации пяти регионов. Формация пяти регионов была полностью активирована, большое количество пятицветного дыма быстро распространилось и окутало все поле боя. Внутри пятицветного дыма гу бессмертные центрального континента почувствовали мощное подавление. Как и в случае с Чиньи, эти люди, усиленные героями среди людей, усилили свои убийственные ходы, из-за чего обратная реакция резко возросла. Я не ожидал, что метод Таачжу окажется настолько глубоким. Внутри формации Башиба был тронут и вздохнул. Ву Юн молчал. Эта ситуация была в пределах его ожиданий. Поскольку он уже обнаружил это, он не стал тянуть с раскрытием содержимого истинного наследства и искать сотрудничество с Чи Цу Юном. Чи Цу Ю также знал, что это хорошая вещь, но до этого не знал, как ее использовать. Теперь, когда формация была изменена и успешно установлена, она сразу же показала свой эффект. Жаль, что этот пятицветный дым не различает врагов и союзников. Центральный континент подавлен, но и мы можем пострадать от ответной реакции. Только Фан Юань может свободно передвигаться. Ободряюще сказал Яхуан. Многие люди смотрели на Фан Юаня, выражая зависть. Какая жалость. Фан Юань внутренне вздохнул, если бы он мог получить истинное наследство Таачжу, опираясь на свет мудрости, а также его мощные уровни достижений пути формации и пути мудрости, его боевая сила резко возросла бы. Например, у него не было способа справиться с героями среди людей, но если бы у него был пятицветный дым, то группа Лихуана была бы подавлена еще сильнее. Кто мог утверждать, что Фан Юань не смог бы в одиночку подавить битву в императорском городе? Тогда, когда он сбежал из горного хребта пяти регионов и не смог принять истинное наследство пяти регионов, он считал это огромной потерей. Сейчас, глядя на происходящее, можно сказать, что его предчувствие не было ошибочным поле битвы благословенной земли непогрешимого. Враги вошли в свою формацию, похоже, они хотят полностью использовать пятицветный дым. Лихуан и остальные в беде. Чи невнимательно следил за ситуацией на поле боя. Может, нам стоит поддержать их? Мы можем работать вместе с ними, возможно, нам удастся уничтожить вражескую формацию. Если их формация будет уничтожена, а один или два ядра бессмертные гу будут мертвы, у них не останется шансов на возвращение, предложил Бай Цаншуй. Чи не задумался и покачал головой. Не стоит рисковать, нынешняя ситуация очень благоприятна для нас. Позови их в 9-9 последовательных непрерывных.